И мы продолжаем сессию «Тесные двойные системы». И мне очень приятно предоставить слово Анатолию Михайловичу Черепущуку, который расскажет о новых наблюдениях СС-430 на Павказской Горной Акспертной. Пожалуйста. Одну минуточку объявления, Константин Александрович. Я обращаюсь к тем, кто сегодня будет участвовать в постерной сессии после обеда. Пожалуйста, во время кофебрейка, до обеда, сбросьте свои презентации, PDF-файлы на этот компьютер. Пожалуйста. Они будут собраны все в один файл. Пожалуйста. Спасибо. Хорошо. Анатолий Михайлович, пожалуйста. Воскогорная обсерватория на Кавказе, КГО, Кавказская горная обсерватория с телескопом 2,5 метра диаметром. Эти обсерватории и Крымская, и Кавказская очень хорошо дополняют себя по распределению наблюдательных ночей. На Кавказе мы имеем в основном осенне-зимний период, максимум ночей, а в Крыму летний-осенний период. И вот на этом комплексе, значит, Кавказский и Крымский, ведутся различные и довольно обширные программы наблюдений уже последние 10 лет. В том числе вот мы занимались мониторингом, значит, объекта СС-433. Вот тут наша группа. Вот. И вот об этих результатах я хочу рассказать. Ну, вот, значит, с 95-го года на Крымской станции, а затем с 2015-го года уже на Кавказской горной обсерватории, ведется непрерывно спектральный и фотометрический мониторинг СС. С учетом опубликованных данных, которые начались с 1978-го года, имеется наблюдательный материал спектральный и фотометрический, охватывающий интервал времени около 44 лет. И на базе этого материала можно искать эволюционные изменения в рентгеновской двойной системе СС-433, потому что это очень необычная, чрезвычайно пекулярная двойная система. Это массивная рентгеновская двойная система на продвинутой стадии эволюции с претессирующим сверхкритическим аккредитационным диском и релятивистскими джетами, ну, супрелятивистскими, 80 тысяч километров в секунду. Сейчас уже есть рентгеновские двойные с джетами, которые 98 скорости света, 0,98 скорости света скорости джета. Ну, вот открыто эта система была Маргоном в 79-м году, и система привлекла внимание тем, что в спектре этого объекта ходят с периодом примерно 163 дня подвижные, так называемые, эмиссионные линии, и амплитуда перемещения с периодом 163 дня досягает тысячи ангстриумов. Ничего раньше, ничего подобного астрономы не наблюдали, поэтому объект сразу окрестили загадкой века, и в пресс-релизах, к счастью, это не попало в публикации, но в пресс-релизах даже были упоминания о том, что эта внеземная цивилизация светит нам лучом перестраиваемого газового лазера. Ну, вот оказалось, мне удалось в 81-м году, значит, обнаружить затмение в этой системе и показать, что система содержит оптически яркий, прецестирующий сверхкритический аккредитационный диск. Ну, и канадские астрономы обнаружили в 80-м году спектральную переменность с периодом 13,1 дня. Объект исследовался очень интенсивно, в самых разных диапазонах, вот тут написано. Но, тем не менее, до последнего времени окончательных, так сказать, выводов об этом объекте сделать не удавалось. Почему? Потому что объект очень сложный, модель очень сложная. Объект погружен в околозвездную оболочку, селективно поглощающуюся и вращающуюся с периодом со скоростью примерно 200 км в секунду. Поэтому доплежские сдвиги линии от оптической звезды искажаются при селективном поглощении, поэтому спектральная кривая улическая скорость не совсем точно отражает орбитальное движение. Поэтому оценки массы релитийского объекта по спектральным данным и даже по затмениям в рентгене, они не вполне надежны. Ну, существует две проблемы. Вот я уже сказал, природа релитийского объекта, нейтронная звезда или черная дыра, до сих пор это окончательно не было решено. И вторая проблема эволюционная. Почему, несмотря на теоретические предказания, вот здесь Саша Тутуков, один из людей, который вместе с эволюционным предсказал наличие общей оболочки при вторичном обмене масс в массивных двойных системах. А на самом деле никакой общей оболочки не получается. Объект эволюционирует как полуразделенная двойная система. Хотя интенсивность переноса масс так велика, что он должен погрузиться в общую оболочку. Темп потери массы радиальной из аккреционного диска сверхкритического достигает 10 минус 4 массы Солнца в год. Ну и вот, так сказать, поэтому, поскольку система находится на такой критической стадии эволюции, конечно, интересно, поскольку мы имеем за 44 года наблюдательные данные, посмотрите, эволюционные аспекты этой системы. И вот мы этим делом занимались, значит, поиск эволюционных изменений в СС-4300. Ну, прежде всего, стационарная миссия АШ-Альфа, это ветер от аккреционного диска. Она там формируется в основном. Она, собственно, характеризует темп потери массы из оптической звезды на аккреционный диск и так далее. Вот за 20, почти за 30 лет наших наблюдений, мы старое наблюдение, чтобы не было необходимости согласовывать нульпункты, использовали только наши данные. Вот нету, значит, это эквивалентная одна, сверху эквивалентная ширина А, как функция юлианских дней в течение 30 лет. Черная точка – это наблюдение последних 2,5 лет. И, ну, красная точка – это среднее значение. А внизу – это доплеровская ширина линии. Ну, есть некоторые, так сказать, колебания, но все они в пределах, так сказать, я думаю, неопределенности. Вот, то, что есть значительная физическая переменность системы, и линия дрыгается и так далее. Но, тем не менее, в среднем на протяжении 30 лет все стоит стационарно. Теперь фотометрическая переменность. Там спектральная переменность и фотометрическая переменность. Это кривая блеска СС-433, которая началась с 2015 года, значит, или там 2017 год. И до последнего времени, вот как раз красными точками, отмечено наблюдение последних 2,5 лет. Ну, видно прекрасно прецессионная переменность. Вот черточки сверху – это максимум прецессионной переменности, когда диск максимально раскрыт аккреционный. Вот, минимум, когда он виден почти с ребра. Из-за проекции у нас яркость меняется, так сказать, почти на величину и так далее. И на нее накладывается затменная переменность. Вот внизу, вот эти черточки частые, это минимумы затмений с периодом 3 от 13, одна десятая дня. Видно, что вот наиболее низкие точки всегда попадают именно на эти черточки. То есть затмения прекрасно, так сказать, согласуются с орбитальной. Ну, в общем, никакой фотометрической переменности. То есть... Никакой фотометрической переменности вековой тоже не наблюдается. Теперь, ну, оказалось, что у нас тоже, вот опять продолжение поиска эволюционных изменений. Оказалось, что орбитальный период СС-433 вековым образом возрастает с темпом 1,14 плюс-минус 0,25. Это уже больше 3 фигма. На 10 минус 7 секунда за секунду. Значит, мы взяли затменную кривую, но она здесь не видна, потому что очень узкие, так сказать, взяты все сильно. В момент максимума блеска системы, когда затменная кривая наиболее регулярная и устойчивая, и выделили вот эти наблюдения, это небольшой процент, но все равно там порядка тысячи индивидуальных наблюдений получается. И построили среднюю кривую сводную. И методом Гершфунга эту среднюю кривую на индивидуальную кривую, тоже в момент максимального раскрытия диска, накладывали. Вот здесь показано, красным показано, это вот наблюдение последних двух с половиной лет, а черная – это вот эта средняя кривая. Значит, здесь показан графико минус С справа. И, значит, пунктирная линия – это предположение, что период не точный, но постоянный. А, так сказать, парабола красная – это реальное, так сказать, изменение орбитального периода, возрастание орбитального периода. Вот мы вначале опубликовали этот результат, когда вот красной верхней точки не было, последних двух с половиной лет наблюдений не было. И мы эти два с половиной года с волнением ждали, что получится, куда ляжет соответствующая точка и так далее. Вот она легла туда, куда надо. Справа я хочу сказать, что слева мы использовали всю кривую блескость, содержащую вторичный и главный минимум. А справа использовали только главный минимум, аппроксимировали его гауссианой. Ну, здесь похуже, но тоже парабола четко прослеживается. Ипохи квадрат, например, разница между постоянным периодом и изменением периода составляет пахи квадрат четыре раза. Ну, а внизу приведены соответствующие эфемериды квадратичные. Теперь из этого можно сделать существенное заключение. Значит, анализ ПС-точкой, темп удлинения периода проводился в следующей модели. Первый. Оптическая звезда переполняет свою полость Роши и истекает через точки Лагранжа, как Л1, так и Л2. Есть наблюдательные данные, которые доказывают, что звезда течет в том числе и через точку Л2. Не могу подробно останавливаться на этом. Второе. Из сверхкритических фигурационного диска истекает радиальный высокоскоростной звездный ветер с темпом потери массы от 10 минус 4 до 3 на 10 минус 5 массы Солнца в год с такой неопределенностью меряется МС-точкой. И вот, значит, в нашей модели имеются два конкурирующих процесса. Звезда истекает через внутреннюю и внешнюю точки Лагранжа. А из аккреционного диска радиально симметрично вытекает высокоскоростной, со скоростью 2000 кс, радиальный звездный ветер. Значит, истечение звезды через точки Лагранжа приводит к сокращению размера орбиты. А истечение звездного ветра из аккреционного диска, это джинсовская мода, приводит к увеличению расстояния межкомпонентов. Вот два конкурирующих процесса. И оказывается, что вот если все это дело описать, то получается вот такое уравнение. И такое-то отношение масс, масса рельсистического объекта к массе оптической звезды. Вот видно, что здесь вот это П с точкой слева, то есть производная периода. И здесь в числителе два знака существует. Есть члены положительные, есть с отрицательным знаком. И вот в зависимости от отношения масс мы можем получить или увеличение при заданном П с точкой расстояния межкомпонентами, или увеличение расстояния межкомпонентами, или сокращение расстояния межкомпонентами. Ну вот, решая это уравнение, получаются такие выводы. Значит, при наблюдаемых П с точкой 1,14 на 10,97 секунда за секунду, и наблюдаемых в величинах М с точкой 10,4-3 на 10,5 масс Солнца в год, с неизбежностью получается вывод о том, что отношение масс в системе больше 0,8. То есть отношение масс близко к единице. А поскольку масса оптической звезды, вот Гаранский получил оценку массы по видимой величине, там, учет межзвездного поглощения и так далее, она, оптическая звезда, порядка 10 масс Солнца, то получается, что в СС наблюдается черная дыра с массой больше 8 масс Солнца. Это типичная черная дыра для рентгеновских двойных систем. Средняя масса черных дыр, рентгеновских двойных, 7-8 масс Солнца. И при малых отношениях масс, когда нейтронная звезда, орбитальный период с неизбежностью укорачивается, что противоречит наблюдениям. Второе. Расстояние между компонентами СС-433 вековым образом возрастает, что, собственно, и препятствует образованию общей оболочки. И третье. Размеры полустырожь оптической звезды в среднем постоянны и, скорее всего, промодулированы орбитальные и прецессионные переменности М с точкой. Это как раз способствует эволюции СС-433 как полуразделенной системы. Из-за того, что у нас есть ось вращения звезды прецессирует, у нас темп поступления вещества в аккреционный диск меняется, и, соответственно, темп с точкой меняется. Но все это ходит так, что в среднем размер полустырожья примерно постоянный. Это и обеспечивает устойчивость двойной системы и обеспечивает избегание двойной системы от стадии с общей оболочкой. Ну, вот на этой картинке тут графически все проиллюстрировано, но я фактически все, что существенно, все сказал. Спасибо за внимание. Спасибо, Анатолий Михайлович. А кто-то поздравил? Пожалуйста, выключите. Тоже не получится. Нужно ввести, выкинуть? Да, выключите. Надо выключить. Где вы тратите на выходы? Вы говорите. Значит, понятно, что на очень больших телескопах мониторинг делать невозможно. Там хотят разовый результат, но такой фантастический, что было. А вот это прекрасный ворец того, как на телескопах умеренных размеров в течение многих лет. Получаются прекрасные результаты, которые, ну, очень даже и на мировом уровне выглядят хорошо. Маленький вопросик. А еще есть что-нибудь подобное на СС-430? Или это уникальный и единственный? А, типа объекты, похожие на СС. Сейчас в других галактиках обнаружены так называемые ультраяркие рентгеновские источники. И из них, по-моему, два источника показывают следы релитивистских подвижных эмиссионных линий. А в нашей галактике? В нашей галактике пока не найден. Вот в других галактиках как раз там могут быть. Это очень редкая, очень короткая стадия. Поэтому мы искали эволюционные изменения. Потому что вот за 40 лет уже можно ожидать изменения вековой. Еще вопрос. Пожалуйста. У меня короткий вопрос. Была ли определена температура, излучающая в рентгеновском диапазоне плазма для этой системы? И какая? Ну, температура, это из рентгеновского спектра, это известно, так сказать... Она меняется поджетом. А, температура джета или температура короны? А, поджета. Ну, если говорить про джета. У джета, по-моему, значит, примерно там 20 кФ у основания. И дальше адиабатическое расширение джета идет. Температура по адиабатическому закону убывает. А у короны, там, вообще-то, даже, я думаю, что под 100 кФ. Короны очень горячие. У меня будет небольшой комментарий. Вот эта замечательная серия работ полвека, наблюдений за одним объектом, тщательно, показывает, что пришло время в двойных звездах отказываться от старых предраслетов, в частности, от заполнения полустероши. Полустероши определена для совращающихся тела. Ясно, что донор и цех вращения нет. Вчера был замечательный доклад на эту тему. Показывали, что важен обмен моментом между осевым вращением и орбитальным. Еще одну вещь я хочу обратить внимание и на наблюдателей, и теоретиков. Вот обычно мы полагаем, мы полустероши заполнены, все в порядке, считаем дальше. Но на самом деле, смотрите, мы все знаем, что происходит. Темп обмена зависит от плотности в точке L1. А плотность меняется в шкале высоты подавления. В шкале, в линейной шкале порядка 10,8 сантиметра. А размер звезды 10,12. То есть характерные времена изменениям с точкой не эволюционные, а 10,4 от эволюционных. И это объясняет то, что, на мой взгляд, эта система сейчас находится на переходной фазе к общей оболочке. Мы ее застали в тот момент, когда она еще близкает, заполнил полустерошая. И в очень короткое время будет какая-то другая фаза. Спасибо. Коллега, хочу еще сказать, что справочник астронома России, английская версия, выложен на сайт Российской Академии Наук. Сейчас на сайте Российской Академии Наук есть оба, и русская, и английская версии. Спасибо, Анатолий Михайлович. Следующий доклад у нас. Следующий доклад. Ильфан Феоритович Бикмайев. Коллективы с авторов российских и американских. Пожалуйста, доклад про исследование частных двойных систем, обнаруженных в космической фенгенской аксерватории спектр-венген-гамма. Двадцать минут, я чуть-чуть три минуты. Давай, вперед. Спасибо большое. Значит, название уже было сказано, с автором написаны. Я просто коротко пролистаю вначале общее сведение для тех, кто, может быть, не знает. Полутораметровый телескоп оптический РТ-150, российский пресс-телескоп. Это совместный международный проект с участием четырех организаций. Казанского университета, Академия Наук Республики Тарстан в Казани, Союз космических исследований и Национальная обсерватория Тюбитак, объединяющая Кресский университет. Основная задача телескопа, наземная оптическая поддержка орбитальных космических телескопов и с 2020 года на 75% времени выделяется под оптические наблюдения источников спектра рентген-гаммы. Телескоп сторонами, участвующих в этом проекте, был оснащен в свое время хорошим современным научным оборудованием, которое включает в себя фотометр быстрый, спектрометр низкого среднего разрешения, спектрометр высокого разрешения УД. О нем я скажу в сценном докладе в конце дня сегодня. Система управления была за 20 лет доведена до состояния, что с 2020 года мы имеем возможность наблюдать дистанционно, удаленно из Казани, и практически управление всеми системами и приборами телескопа осуществляется с расстояния 2400 километров. Казанская команда известная, в общем-то, все докладываются достаточно активно на всех разных конференциях. Вверху мудрые ученые, внизу молодые, и еще мы привлекаем новое поколение среди аспирантов и будущих потенциально толковых студентов нашей кафедры. Это картинка накануне, за три недели до запуска СРГ, когда команды ИКИРАН, КФУ, Академия наук, мы не стали бы очень представляли, посещали стартовую площадку, с которой была запущена СРГ. Вот мне посчастливилось 13 июля быть во время запуска СРГ. Ну и дальше началась наша совместная работа. Как вы знаете, всего было осуществлено 4,4 скана в 2019 по началу 2022 года, и коллегами нашими сотрудниками ИКИРАН была создана карта российской половины рентгеновского неба, включающая около 2 миллионов источников для... Да, это данные телескопа ЕРОЗИТА. Отдельно еще идет работа с телескопом Артекса имени Павлинского. Мы в ней тоже участвуем, но сегодня я буду рассказывать о данных работе с ЕРОЗИТА. Вот первый день сильно ругали ГАИА. На самом деле использование данных ГАИА, параллаксов в собственных движениях, позволяет отделить внегалактические источники от галактических. Вот примерно полтора миллиона источников это предполагается активные ядра галактик и квазаров, и примерно 300 тысяч объектов и звезд на нашей галактике, выделенные по собственным движениям или параллаксам. На самом деле мы занимаемся не только двойными поисками, исследованием двойных систем. Мы параллельно ведем несколько программ. Есть это раскопия эквазаров, атероскопия, фотометрия скопления галактик, и, соответственно, включая тесные двойные системы. Ну, это вот пример нашей серии работ, которая в этом году будет продолжена. Я надеюсь, это стектроскопия, архитические отчисления и стектроскопия далеких квазаров. Ну, близких квазаров достаточно много, а вот после Z3 их количество сильно уменьшается, и вот в этой работе мы с нашими коллегами языки в этой части работаем. Теперь, собственно говоря, о теме моего сообщения. Здесь мы принимаем участие как бы в двух ипостасях. С одной стороны, откуда берутся эти тесные двойные системы? Во-первых, это рентгеновские источники, обнаруженные яразиты. Частично в ходе опыта наших наблюдений по поиску квазаров и явлений преливного разрушения звезд, кандидаты, которые в спектроскопичке ставились на наблюдение, оказывались на самом деле тесными двойными системами. И в этот случай команда ИКИ отдавала эти объекты на исследования казанскую команду, учитывая тот опыт, который есть. Вчера он показан был в нескольких докладах. А другое направление, которое в этом году мы начинаем, это целенаправленный поиск объектов вот такого типа тесных двойных систем. Это вот схема, эволюционная схема из обзора основы инвестиционного. Это вот либо классические категоризмические системы с водородными оболочками, или вот тесные системы, которые полиоцировали дальше, и дальше донорами являются уже гелевые. Либо белый карлик, либо вот ядро, не дошедшее до состояния белого карлика. Ну, я практически, поскольку времени мало, я приведу только пример двух. Два примера таких вот, первого типа источников и второго. Этот источник, статья была опубликована, в конце прошлого года, письмах ВАЖ, он был так очень интересно обнаружен. На самом деле, круг ошибок ренденовских был достаточно большой после первых сканов, и сюда попало два источника. Полагалось, что это вот красные кандидаты в далекие квазары. Они оказались им карликами, и в общем, было достаточно расстроено чувство у коллег из ИКИ. Но во время наблюдения было обнаружено, что в этом поле есть мигающий источник, и тут же оперативно были переданы координаты нам, в Казани, и мы сделали фотометрию, и выяснилось, что вот этот источник, по-видимому, является тем самым источником, который яразит обнаружил. Потом улучшение после четырех сканов, когда была улучшена координатная точность, и ренденовский наблюдение оказалось, что вот действительно именно этот источник и лежит в круге ошибок, и он единственный. И его блеск показывает амплитуду полторы звездной величины. И здесь всегда ставят проблемы. Что здесь есть что? Является ли вот этот минимум затмением, или наоборот, система в основном стане находится здесь, а вверх – это активная часть оперчания. Ну, для того, чтобы решить эту проблему, приходится делать достаточно долговременные наблюдения, многочасовые, и смешно посмотреть на эволюцию кривой блеска. Вот такая работа была выполнена в течение двух недель. Мы просили время на шестинкровом телескопе, чтобы нам оперативно получить спектр. К сожалению, время нам дали только через три недели, к тому времени, когда источник упал до 23-й звездной величины. Тем не менее, спектр удалось получить, я позже покажу. Кстати, перед тем, как мы за два дня до сдачи статей в печать снова навелись в эту область, увидели, что он снова поерчал, но уже времени дальше следует у нас уже не было. А вот, значит, совместно кривая… Видно, что во время нашего дня двухнедельных блеск его падал с одной стороны, и с другой стороны падала амплитуда изменения блеска. Это позволит положить, что на самом деле наиболее активной частью в этой фазе является вот эта струя голубым светом. О ней вчера много рассказывал Александр Иванович Колдин. Это его модель, где вещество уже падает на белый карлик. Ну и модель, которая была им построена, на основе ранее опубликованной работы с Борисовым, вот она хорошо согласуется с наблюдательными данными. Но я хотел здесь сказать, что также кроме нас наблюдения в поддержку спектроскопии на БТА выполнялись на Кавказской горностромической станции, вот здесь, когда мы получали спектры на БТА. Спектр был получен в состоянии в низком, когда уже было 23… Объект был 23,5 величины. К сожалению, там уже ничего почти не осталось от эмиссионных линий, которые могли бы доказать, является ли это источник действительно поляром или нет. Но вот это предмет дальнейших исследований. Моделирование, которое здесь сделал Владимир Шиманский, показывает, что температура белого карлика оценивается порядка 25 тысяч градусов. Второе направление – это вот то, о чем я говорил. Сейчас мы начали в эту году пилотный проект по поиску тесных двойных систем среди данных Ярозита с данными, используя данные фотометрии, обзоры ZTE. Здесь такая характерическая теограмма отношения рентиновского потока к оптическому, здесь цветогая. Ну и известно, что известные тесные двойные системы располагаются на этой диаграмме. Вот здесь аккрецируют дисковые системы с дисковой аккреции, имеют достаточно большое отношение к едино-коптике. А на диаграмме Дершин-Грессела они попадают в промежуток между главной последовательностью и последовательностью белых карликов. И вот это просто пример. По этой программе уже получено около десятка, спектр около десятка объектов на КЕКе в этом году. Это договоренность Рашталевича-Сюняева в группу Пулкарни с Калифорниевского института технологий, которые пошли навстречу и решили объединить усилия. И вот один из источников, в основном все источники классические, с маломассивной звездой, которая является Дон водородным, а вот один источник оказался уникальным. Это кандидат ФВМ Канин-Сюн-Носиповеров. Таких объектов до нас было известно 8, и вот нашли, похоже, 9. Здесь совместно изображение рентгеновское, здесь изображение ТТ-150. Видно, что в круге рентгеновских ошибок попадает только один источник, то есть отождествление оптическое однозначное. Ну и дальше слева показаны рентгеновские потоки в 4-х сканах, в 2-х сканах уверенно источник виден, здесь в 3-м, 4-м сканах верхние пределы. Здесь фотометрия ЗТФ, которая архивная, которая была нам предоставлена в течение 5 лет. Как бы явно ничего нет, переменность характерная для клинических переменных, но были намеки на то, что есть затмения. И анализ предварительно показал, что примерно в районе 55 минут можно свернуть эти привые блеска. И в январе этого года мы выполнили высокоточную фотометрию на РТ-150 в течение двух ночей, по 3,5 часа. Действительно, обнаружили глубокий минимум по 3 звездные величины, которые свидетельствуют о затмении. В первую ночь нам не хватило немножко временного разрешения. Казалось, что затмение короткое, всего 60 секунд. Во вторую ночь мы увеличили разрешение. Потому что стоял вопрос, здесь 55 минут или 110 минут. Потом однозначно было сказано, потому что это меняет статус системы. И потом было показано, что все-таки 55 минут с высокой точностью. Есть небольшой фликеринг. А на 5-метровом телескопе была сделана скоростная фотометрия, которая позволила прописать базе минимума. Спектр, который был получен на 10-метровом телескопе, показывает только водородные линии. Извиняюсь, водородных линий полностью отсутствует. Только гелевые линии, плюс еще дополнительные линии тяжелых элементов. И все они имеют вот такую двойную структуру, показывающую наличие диска. За исключением вот одной линии, которая интерпретила, что она формируется вблизи поверхности белого карлика. То есть модель такой системы, вот он был опубликован среди тех известных двойных восьми, которые уже известны, белый карлик, донор маломассивный, диск, изделие состоящие. И вот в разных системах, в горячую точку, в нашем случае авторы, наши коллеги американцы считают, что она находится где-то здесь, вблизи белого карлика. Параметры системы, которые были получены. Здесь параллакс известен, 240 примерно парсек. Орбитальный период достаточно хорошо был известен. Экстинкция здесь невелика, это специальные поля, которые выбирались подальше от милечного пути. Масса белого карлика была принята 0,85, температура 16 тысяч градусов, отношение масс 0,05 и рентгеновская осветимость, вернее, т-поклиции примерно 2 на 10,2 на 10 минус 12. Получилась масса донора порядка 0,04 масс Солнца и характерный размер 1,08. Эти данные согласуются с опубликованными работами Венгельсонов по темпу аккреции. Значит, вот здесь темп аккреции, у нас 10 минус 12, 10 минус 11, период у нас 55 минут, то есть где-то вот здесь мы находимся. И для тех систем, которые известны, масса донора порядка 0,02, в нашем случае получилось 0,04 плюс-минус 0,02 и радиус примерно такой же, как у нас. Ну и я в заключении хотел бы два слова сказать, одну минуту потратить на то, что мы еще выполняем работу в интересах Роскосмоса с поддержанием по контролю орбиты СРГ. Оказалось, что наш телескоп имеет длиннофокусную оптику и хороший масштаб, позволяет получать за короткий экстазит порядка 20 секунд практически точное изображение движущегося объекта, напоминаю, движущийся астероид. И вот по опыту нашей трехлетней работы с Ириком Монавирующим Хамитовым, мы обобщили результаты наших наблюдений, статья опубликованного в 10-м АЖ в марсовском номере. И здесь вот важным является... Мы наблюдения СРГ начали на третьей сутки после запуска, когда я показывал картинку по просьбе Михаила Николаевича Павлинского, Рашталеевича, и показали, что настолько хорошо шел СРГ по орбите после второй коррекции, что, по нашим данным, третья коррекция была отменена, и мы сэкономили примерно 30% топлива. И вообще надо сказать, что СРГ превосходно управляется, и невязки, как правило, лежат внутри одной секунды. И, кажется, последняя картинка. Наш телескоп оказывается единственным среди российских телескопов, который в период апреля-июня может находить, где находится СРГ на фоне плотных звездных полей в направлении на Млечный путь. И поэтому всегда Роскосмос и НПО Милавичкин просят нас любезно выполнять такие наблюдения. Спасибо. Спасибо большое. Вопросы, пожалуйста. Вопросы, коллеги. Есть время на вопросы. У меня вопрос был по последней системе, это 55, там, на сих пор. Среди этих систем, кроме этой системы, какие-то вы еще будете наблюдать, вот из того списка, который вы погадите, или с целью найти изменение периода орбитального или что-то? То есть это затменная система, если взять активные данные? Ну, во-первых, еще... Ну, ZTF, на самом деле, как вы видите, точность в фотометре, это же обзор на телескоп. У него очень короткая экспозиция, по 30 секунд. Поэтому у него достаточно большая ошибка в фотометре, более 0,5. И поэтому, да, поэтому он как бы вот зацепка, чтобы увидеть, да, это не так, чтобы дальше потратить время, дорогое на синхрон, физископ. Иосиф Иванович, спасибо, ясно. Есть у вас группа, организация, и по следующим сайфаку, да, конечно, с 2000 года есть совместный российско-турецкий комитет, который мы с Наряблочным клоем со стороны Казанского университета, Рашталиевич и Родион Боринец и страны ИКИ, и турецкие коллеги. И за полгода, сейчас расписание составлено до февраля следующего года. Можешь подавать заявку? Ну, будучи членом нашего консорциума. Вот не свои, только. Спасибо. Так, мы решим дознать у нас Коринская Евгения Алексеевна, рентгенские двойные полиционно-эконометрические спектральные сдерживания и лечения рентгенских данных. 15 минут. Пожалуйста. По пару минут. Ладно. Извините, так получилось. Как называется? Нет, дело в том, что стояла очень долго. Так, 57. Так, подождите. Это что-то не то. Что-то поповое изменение. Он в папке лежит или где, скажите? Папки, папки. Подождите, а что-то вы... Как называется папка? Так, самые последние, давайте, по датам. Я вас спрошу, как папка называется, скажите, пожалуйста. Так, сейчас. Вы тогда другой датчик? Нет, ну подождите, сейчас. Так, а можно сделать самые последние? Не скажите, как называется папка. Ну, помню точно название папки. Господи, они и отсоцированные церкви. Нет, ну а можно по времени? Я же не говорю, они так... Можете убрать, я не вижу ничего. Папку по времени, где она тут? Вот от 14-го года самые последние папки. Да, вот именно самый последний папка. Физика Союза. Вот это единственное прошло. Да, и ППТ-шка. Не Олта нормальная. Если я сегодня мой долго стоял, не мог приехать в Ленинский проспект. Так, вот с чего вы берите. Так. Все, включаем время. Так, еще пока я не приступил. Так, сейчас. Вот это вот. Вперед. Так, а где... Подождите. А где тот самый... Стрелочку. Вот я нажимаю стрелочку. Она не идет. Не идет. Вот. Доклад посвящен памяти Николая Геннадьевича Бочкарева и является кратким обзором полученных результатов в результате совместных с ним исследований. Так, опять нажимаем. Ну что ж такое? Ну не знаю, у меня всегда раньше было. Поработала по всем. Так, ну Николай Геннадьевич занимался... У него самое главное, это была мерзвездная среда и активный ядрогалактик. Но он занимался и другими проблемами. Очень много занимался. И археастрономия у него была. Астробиологией он занимался также. И еще у него по его проекту выстроена башня под Кисловодском. Астрономическая башня. И по строению телескопов у него... В общем, многим он занимался. Но тут в данном случае доклад о тесных оренгеновских двойных системах. К сожалению, мне дали всего только 15 минут. Это обзорный доклад. Конечно, в эти 15 минут втиснуть этот доклад совершенно невозможно. Вот это я и говорю. Что тиснует. Так, ну а ты меня сейчас время отнимаешь. Ну чего ты? Так, поэтому я перечислю, только перечислю сейчас хотя бы то, что я предполагала говорить в этом докладе. Значит, обзор результатов наших многолетних исследований, идущихся с 1974 года. Использовались различные методы и наблюдательные данные. Фотометрические, спектральные и полириметрические. А также привлекались рентгеновские наблюдения. Орбитальный компонент фотометрической переменности, обусловленный эффектом революпсоидальности оптической звезды, изучался в рамках модели РОШа. Полученные ограничения на параметры системы сейчас являются актуальными. Анализ линейной поляризации при электронном рассеянии и переизлучении в атмосферу звезды и дисков применения Клебедю Х1 показал, что переменность линейной поляризации обусловлена в основном рассеянием в оптически тонком газе, расположенном несимметрично относительно линии соединяющей компоненты, а прицессия происходит в сторону орбитального движения. Сопоставление наблюдаемого спектра высокого разрешения с модельными Ниль-ТР спектрами позволило установить пределы на параметре осфергиганта оптического компонента рентгеновской двойной Лебеди Х1, полученные эффективные температуры, логарифмы G, а избытки содержания элементов от 0,4 дексу до единицы декса для элементов продуктов СНО и альфа-процесса. Исследовалась переменность профилей спектральных линий на различных временных шкалах. Фотометрическая и спектральная переменность указывает на вариации параметров сверхгигантов на временах десятки лет. Ниль-ТР модельные расчеты и их сопоставление с наблюдениями привели к заключению, что с 1997 по 2003-2004 год радио звезды возрос примерно на 3%. Температура уменьшилась примерно на 2000 градусов Кельвин. Из-за приближения поверхности критической полости Роши усилилась неустойчивость перетекания материи, а следовательно и наблюдаемая неустойчивость рентгеновского потока. Наши дальнейшие спектральные и фотометрические наблюдения показали, что фундаментальный параметр сверхгиганта продолжает меняться, о чем говорят связь между рентгеновскими и оптическими изменениями, в частности переменность глубин абсорбционных линий. На основе орбитальной переменности профиля линий гелий 2,46,86 были выполнены 2D и 3D томографические исследования, позволяющие уточнить модель системы и получить информацию о течении газа. Получено отношение масс-компонент от 1,4 до 1,3. Спектры полиометрические, наблюденные на 8-метровом телескопе Вильтим, позволили выявить на сверхгиганте магнитное поле порядка 100 гаусс, которое может быть причиной пятен и неоднородности звездного ветра на его поверхности. Давление магнитного поля должно влиять на структуру течения вещества. Из района магнитных полюсов следует ожидать более сильное сечение звездного ветра. Результаты 3D-доплеровской томографии, выполненной нами по профилям линий 2,46,86 Санкс-РМ, полученном по спектральным наблюдениям 2007 года, по времени, совпадающим с наблюдениями магнитного поля, указывают на существование потока вещества со скоростью 300 км в секунду, примерно из области магнитного поля. Изменение конфигурации магнитного поля относительно линии донор-акректа может приводить к переменности аккреции. Впервые получено подтверждение магнитной аккреции на черную дыру. Модель дискретного перетекания вещества в геркулесе X1, HZ геркулеса, предложенная Кросс и Бойнтоном, и развитая нами в конце 80-х годов прошлого века, подтверждается оптическими рентгеновскими наблюдениями современными. Связь между моментами появления печков с определенными фазами орбитальным и 35-дневным циклом прослеживается до сих пор. Ну вот это все я сказала, то, что я должна была успеть. Так, опять почему-то у меня не получается стрелочкой. Раньше все время получалось, а теперь не получается. Ну я могу, теперь у меня тут, конечно, много прозрачек, я, конечно, то, что успею, то успею теперь. Но то, что основное я сказала уже, вот, ну, что успею, то успею. Сколько осталось? Ну вот, эффект эллипсоидальности, модель РОШа, допустимые значения параметров. Примерно 49 лет назад Шакура подошел к Бочкареву и предложил разъняться расчетами кривых блеска эллипсоидальной переменности и найти способы определения параметров тесных рентгеновских двойных систем. Как раз это было очень актуально. И Бочкарев в это время как раз один из первых стал применять программирование для своих астрономических исследований. И вот с тех пор, вот уже до сих пор, мы с ним, в том числе и с ним, я занималась рентгеновскими двойными системами. Ну и тут я не буду говорить, что такое эллипсоидальная переменность. Если мы по амплитуде эллипсоидальной переменности и по разнице в минимуме, а если еще имеется рентгеновское затмение, то тогда у нас вообще эти три уравнения получаются, то можно вообще определить параметры двойной системы. Этот метод был применен к нескольким рентгеновскими двойным системам. И были определены параметры. Для Лебедя Х1, в случае Лебедя Х1, к сожалению, рентгеновских затмений не существует, не найдены они. Поэтому мы только могли определить область допустимых значений параметров. Вот получилась такая кишка дненная на плоскости Куи. Но самое любопытное, что эта кишка до сих пор актуальна. Потому что вот в 2011 году ОРОШ и компания нашли, вдохновились, что определили расстояние до Лебедя Х1 по радиоинтерфорометре. Получилось расстояние 1,86 меньше, чем раньше думали. И они фиксировали кривую лучевых скоростей и имеющиеся у них в то время кривую блеска, полученные лютым когда-то давно. И у них получилось 3-4 модели, которые как раз растянулись по этой области. Но они предпочли вот эту модель Д, потому что она чуть-чуть лучше оказалась, чем остальные модели. Вот. Но в последнее время, вот в 1921 году появилась работа Миллера и Джонса и других, что у них получилось вот здесь вот наилучшее. Ну, так. Ну, у них расстояние, да, существенно, она стала так же, как и раньше расстояние, тоже по радиоинтерфорометрическим наблюдениям вернулось расстояние. Вот. Ну, у них получились, они взяли те же самые кривые блеска и те же самые кривые лучевых скоростей, что и Орыш и компания. И у них получились очень большие массы Солнца. 40 масс Солнца и необыкновенно огромная черная дыра тяжелая, 21 Солнца. Так. Ну, я хочу, вот этот слайд показывает, каков у них была, каков у них был изначальный материал. Вот здесь вот кривая лютого, которую они взяли. С 71 по 86 год она получена. Второй максимум ниже, чем первый. Вот. А эти же наблюдения вошли в кривую блеска, которую мы опубликовали. Вот Кэмп Кориско-Коксиашвили, там вот целая команда, 87 год. Ну, тут у нас получилось, у нас равный максимум. То есть кривая вообще близко, она меняется, потому что по этой кривой блеска такой горб идет. Например, идет горб из-за того, что происходит в прецессии аккреционного диска, а он отражается, и, собственно, излучение аккреционного диска дает переменность этой кривой блеска. Это, конечно, никто не учитывал. Вот. Ни Оруш, ни Миллера и Джонс. Короче, вот эта вот кривая, например, тоже полученная нам из Гаранским, которая в 96-98 году с равными максимумами, довольно ровненько, и у меня есть такое подозрение, что если вот собрать-собрать все точки и опять снова провести вот это исследование, то мы получим совершенно нормальную систему. С нормальным. Вот. Ну, тут по... Да, еще кроме того, вот группа Тетрчука, они методом скалирования, используя частоту квазипериодических отселяций, дают значение массы черной дыры 8,7 массы Солнца. А для других рентгеновских двойных у них получаются нормальные. А тут вот не получается у них. Противоречит. Тут 20 масс, 21 масса Солнца, а требуется 8,7. То есть большая проблема продолжает. Большая проблема с параметром этой из параметра. Потом мы стали изучать линейную поляризацию. В то время, в начале 70-х годов, появилось очень много наблюдений поляриметрических с довольно хорошей точностью. И поэтому мы занялись анализом линейной поляризации при электронном рассеянии и переизлучении в атмосферах звезды и диска. Была создана программа, созданная наша программа для расчета переменности излучения, то есть одного из параметров штокса. И она также доработана была. И мы могли уже то же самое или псоидальная переменность видеть в линейной поляризации. И предполагалось, что мы будем дальше этим заниматься. Потом сначала было просто чисто электронное рассеяние без всяких поглощений. А потом все это делалось с учетом истинного поглощения. Училось распределение львенно-единичного рассеяния и источников атмосферных звезд. У нас автор был Цехибуллин. Вот здесь показан пример поляризации прилимно-деформированной звезды в ультрафиолете. В ультрафиолете эффект существенно больше, в 20 раз он превышает эффект догорячих звезд, чем в оптическом диапазоне, аж в 20 раз. И кроме того, также для аккреционного диска тоже переменность очень большая в ультрафиолете. И было бы хорошо, конечно, мы думали, надеялись, что спектр ВФ сможет наблюдать, но, к сожалению, полириметра нет. Моше время закончилось. Так. Ну, что дальше? Ну, не закончилось, закончилось. Я уже все перечислила, что мы сделали. Хорошо, спасибо тогда. У нас есть время на короткие вопросы, Евгения Алексеевна. Есть ли вопросы? У меня вопрос тогда к вам. Вы собираетесь? Вот ваши планы как-то озвучили продолжать все это? Или вот это только ретросспективный такой доклад? Что значит это? Я не поняла, что значит это. Ну, вы будете что-то еще делать в дальнейшем? Я надеюсь, когда-нибудь сделать этот доклад полностью, например. Доклад? Я не про доклад, а про научные исследования. А дальше работать по меру своих сил пока еще. Очень надеюсь. Хорошо. Дело в том, что у нас получено огромное количество хороших спектров на разных инструментах. Будете заниматься? И очень много, да. В том числе, тут я, конечно, хотела показать фотографию, как Бочкарев поднимается. Матерскол, тут есть, была фотография. У нас был семинар памяти в мае, большой семинар. Но, к сожалению, я тогда не смогла сделать этот доклад. Спасибо большое. Когда-нибудь, надеюсь, сделают доклад этот. Спасибо, Евгения Алексеевна. Я очень надеюсь, что это, и по крайней мере, что вот эти спектры понадобятся. Их нужно кое-где провести в континуум. Хорошо, понятно. И так далее. И дальше вот у нас переменность вот на сфере гиганта была обнаружена. Вы будете это все исследовать? Да, это есть материал. Я очень надеюсь, что... Мы пожелаем вам успехов. Так, следующий доклад у нас Михневич Варвара Олеговна. Варвара Олеговна, пожалуйста, с авторами исследований неразрешенных двойных и кратных звезд в рассеянных звездных скоплениях. У вас 15 минут. Всем здравствуйте. Ну, еще раз, тема моего доклада – это исследование неразрешенных двойных и кратных звезд в рассеянных звездных скоплениях. Ну, для чего эта задача важна? Хорошо. Учет таких систем необходим при построении начальной функции масс, во-первых. Потом параметры населения двойных и кратных звезд накладывают ограничения на теорию звездообразования. Двойные и кратные системы также играют важную роль в динамике скоплений. И, помимо прочего, необходимо учитывать такие системы при получении оценок масс звездных скоплений. Ну, к сожалению, задача выделения таких систем до сих пор остается довольно сложной. Ну, вот из основных это можно делать либо спектроскопически, но тогда требуются крупные телескопы с наблюдениями в режиме мониторинга, либо спекл-интерферометрия помогает. Она позволяет по однократным наблюдениям выяснить природу объекта. Имеется в виду либо это одиночная звезда, либо двойная, либо фотометрические. Но при наблюдениях в видимом диапазоне системы с малом в отношении масс-компонент плохо отделяются. Это как раз проиллюстрировано на рисунке на слайде. Здесь показано отклонение от двойной звезды с определенным значением в отношении масс-компонент от последовательности одиночных звезд на диаграмме фотометрической системы ГАИ. В работе Малафеевой с авторами для выделения таких систем была предложена следующая диаграмма. Здесь вот справа показано, слева, прошу прощения, показано распределение одиночных звезд, указанных черным цветом, и двойных звезд, указанных синим цветом, модельного скопления. И видно, что двойные звезды достаточно далеко отстоят от последовательности одиночных звезд. Также важно, что линии отклонения двойной звезды от последовательности одиночных звезд близки к горизонтальному, что вот показано на правом рисунке. В следующей работе этого цикла было проделано исследование для плеяд Альфа-Персей и Яслей. Целью же данной работы было исследование 9-ти рассеянных звездных скоплений галактики, причисленных на слайде. Для этого нам требовалось получить выборки вероятных членов скоплений со всей необходимой фотометрией, выбор базы теоретических изохрон и соответствующих скоплений изохрон для апробации метода, также получить оценки числа двойных и кратных звезд скоплений и оценки параметров населения двойных и кратных звезд скоплений. На следующем слайде представлены изображения объектов исследования. Они были отобраны после просмотра диаграмм звездной величины показатель цвета в фотометрической системе ГАИ, так как они имели достаточно хорошо выраженную главную последовательность и какие-то намеки на последовательность двойных звезд. Мы используем в выборке вероятных членов полученный контакт Гаудина в 2020 году на основе каталога ГАИ-ДР2, и поэтому нам необходимо было провести сопоставление с каталогами ТУМАС, ВАЙС и ГАИ-ДР3, чтобы использовать более актуальные стиметрические данные. И также рассматривались источники только с вероятностью принадлежности к скоплению более 50%. На слайде представлена диаграмма для скопления GC1039. И в нашем исследовании очень важно, чтобы изохрона хорошо соответствовала последовательности скопления, поэтому были рассмотрены несколько наборов изохрон, но, к сожалению, мы смогли использовать только наборы МИСТ и ПАРСЕК, в силу того, что где-то нельзя было выбрать необходимые фотометрические полосы, где-то неподходящие возраста были. На следующем слайде представлены диаграммы GC1039. Слева у нас наложены изохроны МИСТ с металличностью в пределах погрешности по каталогу Диэса. И справа представлены изохроны ПАРСЕК с относительным содержанием тяжелых элементов. И видно, что в области малых масс изохроны МИСТ достаточно сильно расходятся с последовательностью скопления, когда изохроны ПАРСЕК достаточно хорошо ее воспроизводят. И далее мы использовали изохроны ПАДУИ, соответственно. И для GC1039 использовалась конкретная изохрона Z равная 0.12. К сожалению, для остальных скоплений изохроны с параметрами Диэса не очень хорошо воспроизводили последовательность скопления, поэтому также были рассмотрены параметры Кантат-Баудина. Но все равно пришлось поварьировать эти параметры, чтобы получить совпадение на как можно более протяженном участке. Но я не буду для всех скоплений показывать эти диаграммы. Собственно, для подсчетов необходимо было построить теоретическую последовательность одиночных звезд. Она здесь указана цифрой 0.0. Также теоретические изохроны двойных звезд с разным отношением масс-компонент. С цифрами указано отношение масс-компонент. А также теоретические последовательности тройных, указанных красным цветом, и четырехкратных систем с равными массами компонентов. Для этого и использовали собственные изохроны. Мы строили выборку из 300 одиночных звезд и 300 двойных звезд. И звездные величины одиночных звезд и главных компонентов двойных звезд получались из-за захроны методом сплайной интерполяции. А звездные величины вторичного компонента вычисляли согласно формулам токсона. Ну вот, как представлено на слайде. И мы видим, что на диаграмме линий в области массивных звезд сливаются. И надежно определить, какой кратности, к какому конкретному значению отношения масс-компонент не представляется возможным. И плюс в области малых масс линии резко обрываются. Это обусловлено тем, что теоретические таблицы, таблицы теоретических изохрон-посек не располагают данными о звездах с массой менее 0,1 массы Солнца. Вот, и эти два факта нам дают ограничения по массе главного компонента, конечно. Далее, подсчеты производились на диаграмме, представленной слева. Область подсчета звезд с кратностью больше 2 определялась положением на диаграмме теоретических тройных и четырехкратных систем с разными отношениями масс-компонент. Как раз вот справа представлено распределение теоретических тройных систем. И подсчеты производились в следующем порядке. То есть линии, лежащие правее линии одиночных звезд, звезды, лежащие правее линии одиночных звезд, считались одиночными. Звезды, лежащие левее линии по равным единице, считались кратными звездами, соответственно, трехкратные, четырехкратные и не большие кратности. А звезды, попадающие в область между этими линиями изохронными двойных звезд, считались, соответственно, двойными с определенным отношением масс-компонент. Также мы видим, что теоретические тройные звезды на диаграмме попадают в область двойных звезд. Поэтому при таком методе подсчета мы получаем только нижние оценки трехкратных и четырехкратных систем и, соответственно, немного завышенные оценки числа двойных звезд. И, кроме того, наш критерий подсчета одиночных звезд не является идеальным, так как звезды могут находиться по обе стороны от линии одиночных звезд. И уже предположенный вариант можно считать нижней оценкой числа одиночных звезд. А для верхней оценки можно предложить сочетать это число с звездами, попадающими в область Q от 0 до 0. Вот такие диаграммы были построены для всех девяти скоплений. Не будем сейчас на них останавливаться подробно. И, собственно, в следующей таблице представлены результаты подсчетов звезд. Для учета фотометрических ошибок был применен метод Bootstrap. Собственно, подсчеты звезд также представлены с ошибками. Далее, по данным с этой таблицы, были построены распределения отношения масс-компонент. Оказалось, что они довольно хорошо аппроксимируются гауссианой, и максимум гауссианой лежит в следующем интервале, представленном на слайде. Кроме этого, мы провели оценки параметров населения двойных и кратных звезд. Это были оценены доля кратных систем скоплений, доля трехкратных от всех кратных звезд и доля четырехкратных систем от всех кратных систем. Параметры представлены в следующей таблице. Здесь индекс 1 и 2 относятся к двум вариантам подсчета одиночных звезд. Стоит также помнить, что β и γ – это нижние оценки. μ – это мода распределения параметров. σ – это, соответственно, стандартное отклонение. Можно отметить, что параметры населения лежат в следующих интервалах для всех девяти скоплений. Также были оценены средние значения параметров распределения для скоплений и их, собственно, СКО. И ни для одного скопления, собственно, значение этих параметров не выходит за три СКО. Помимо прочего, недавно были проведены также работы по выделению двойных звезд в скоплениях также фотометрическим методом. И, как видно, наши оценки, они больше, чем приведенные ранее оценки. Это связано с тем, что наша диаграмма более чувствительна к системам с малым отношением масс-компонент. В то время как, например, в работе Кордони, в том числе четыре скопления из нашего исследования были исследованы, используется только фотометрическая система ГАИ, которая не позволяет им проводить исследования для КУ менее 0,6. И, кроме того, при таком раскладе они не имеют возможности построить распределение параметров КУ. Вот у нас такая возможность есть. Ну и, подводя краткие итоги, для девяти рассеянных скоплений были оценены параметры населения. Также выявлено, что распределение отношения масс-компоненты имеет форму гауссианы в соответствии с работой КУ-МИН-ПОВИНа 2009 года. И ее максимум лежит вблизи 0,24-0,52. Также для четырех скоплений, исследованных в нашей работе, доля двойных и кратных звезд больше, чем утверждалось ранее. Но мы также имеем несколько таких особенностей метода. Это ограничение по массе главного компонента, которое возникает из-за того, что форма изохрона отличается от формы главной последовательности скопления. Для решения этой проблемы будут в отдельности для каждого скопления построены эмпирические изохроны. Но также есть такая проблема, что в доступных на настоящий момент в выборках вероятных членов очень велика наблюдательная селекция. Из выборок систематически исключаются источники с плохими астронометрическими решениями, среди которых может оказаться большое число двойных звезд неразрешенных. Для решения этой проблемы в выборке нужно будет дополнить такими звездами, которые попадают в область скопления на небесной сфере и на диаграмме. Также интересно отметить, что скопления показывают большое число систем с очень малым отношением к массивным компонентам. Спасибо за внимание. Спасибо. Александр Владимирович, вопрос. Да, надо подходить. Поскольку все звезды рождаются в скоплениях от Аксиома, особых оснований сомневаться в том, что практически все звезды рассеянны в скоплениях уже двойных, нет. А вот скорее те цифры, которые были приведены, это мера эффектов селекции интегральной свертки. А конкретно вопрос, это комментарий, а вопрос конкретный будет такой. А как хотя бы очищали ваши данные от звезд фона? Мы использовали в выборке вероятных членов, полученные контакт с Гаудином. Расстояние по Гае? Они использовали метод АПМАСК, да, и они по астрометрии выделяли. Они брали уже готовые выборки. А, я не понял. Да, да. Последний вопрос, короткий перерыв. В первый день конференции был доклад, на котором было продемонстрировано, что модели звездной эволюции для приема звезд малых масс между собой сходятся достаточно плохо. Вот вы еще раз, ну, тоже столкнулись со сходной проблемой, да, но все-таки из существующих моделей по вашему опыту какие-нибудь получше? Можно так утверждать? Можно сделать? Из-за хронов. Ну, вот по нашему опыту это именно из-за хронов парфет. Из-за хронов университета Паруи. Спасибо. Дорогие коллеги, мы продолжаем нашу конференцию и переходим к теме поздней стадии эволюции звезд и компактных объектов. Первый доклад, приглашенный у нас, Сергей Иванович Блинникова, сверхновый, похожий на СН-87А и некоторые другие, и их эволюционные пути образования. Значит, пожалуйста. Хорошо. Спасибо большое, Кастанин Александрович. Я благодарен оргкомитету за приглашение делать этот доклад, но сразу должен извиниться, что я хотел разобраться со сложным вопросом об эволюции, приведшей взрыва голубого гиганта 87А, но не успел. Я расскажу то, что я понимаю, и то, что из наших расчетов следует, какой должна была бы быть предыдущая эволюция, но эти пути неизвестно. Ну и вот, к сожалению, мой родной институт, который здесь изображен, Институт теоретической экспериментальной физики, теперь как бы не существует и переименован в ККТФ, Курчатовский комплекс теоретической экспериментальной физики у нас нет, но родной мой ГАИШ присутствует. Прошу прощения, что я не успел многие слайды перевести с английского на русский, как всегда не успеваешь. Так вот, Сверхновая 87А, это было потрясающее событие, во многом нашу жизнь определившись, особенно людей, уже работавших в области Сверхновых. И вот здесь это событие еще замечательная тема. Но я, к сожалению, глазом не видел ни эту Сверхнову, она была в Южном полуше, ни те, которые можно было из последних лет, там, 2014 года, в телескоп хотя бы увидеть. Хотя некоторые мои коллеги простым глазом. Это, конечно, фотографии. Да, вот. Не заметило, да. Но объективные снимки существуют. Это событие замечательное не только тем, что было видно глазом прямо в Южном полушарии, а то, что на фотографиях нашли в Англо-Австралийской обсерватории, например. Вот эта стрелочка показывает ту звезду, которая прямо была, взорвалась. И после взрыва этой звезды не стало. То, что там стало, я покажу вам, то, что было уже несколько лет назад. Ну вот. И она вот осветила нам путь. Но если мы посмотрим на абсолютные звездные величины, то она хоть вот для человеческого глаза была очень большим блеском, а среди массы Сверхновых и даже средненьких таких Сверхновых второго типа, она была слабенькой. И вот здесь правильно написано, если бы в ней не присутствовали радиоактивные элементы, там никель 56-й, который переходил в кобальт 56, а вот на этом этапе уже 56-й кобальт нашего железа основной переходил, то она бы была вот здесь, вот где-то на уровне минус 14-й звездной величины, совсем слабеньким объектом. И на самом деле вот такой слабенький объект был предсказан. А вот то, что так важна радиоактивность, это вот пикулярность этой Сверхновой, она именно так обозначена. Последние годы открыты самые интересные вот такие объекты, которые называются Суперлюминус Сверхновой, Сверхновой большой мощности, сверхмощной, лучше по-русски говорить. И есть совершенно безумные Крейзи Барби сейчас открыты, никуда уже не вписывающиеся. Ну, это хоть и слабенькое, но очень интересно по физике. Ну, для студентов, я не знаю, вкратце очень повторю, что есть стандартная классификация Сверхновых. Вот этот график хорош от Турата, как раз, что он и физическое понимание наше физическое этих объектов показывает, и как астрономах обозначают. Значит, у меня рецепт очень простой. Мы смотрим на спектр. Если там есть водород, то убираем вот эту горизонтальную черточку и получаем Сверхнового второго типа. Иначе что-то по первой или второй запомнить нельзя. Тем более в астрофизике очень много первых и вторых классов различных. И вот, как мы сейчас понимаем, что Сверхнового и второго типа, они все относятся именно к коллапсирующим. Но дальше я не буду в эту диаграмму влубляться. Есть другие интересные варианты. Вот Сверхнового и второго типа, которые именно коллапсирующие, они классически на стадии Плато. Имя Плато было введено нашими коллегами, имена их я назову. Они слабенькие, в общем. Сверхновая 87 была еще слабее по сравнению с типичными. Но самые обычные, среди обычных, не сверхмощных сверхновых, самые мощные, с высоким блеском, и те, которые используют космологию, это вот Сверхновая 1А. И откуда вот взялось вот это Плато? Слово Плато ввели в теорию и Мшеник, и Надежин в работах еще 60-х годов. Потом к ним Владимир Сергеевич Мшеник, Дмитрий Константинович Надежин, Эрнест Карлович Грасберг к ним позже присоединился. Они фактически создали эту теорию первыми в мире и ввели сами это слово Плато. В расчете вот это выглядит так. Я бы хотел, чтобы зрители, слушатели поняли немножко этот график. Значит, мы здесь откладываем ту массу, которая от центра... Ну, в центре может быть какая-то нейтронная звезда еще, или еще что-то. Но считаем, что ноль в центре для летящего выброса, и у типичных сверхновых второго типа вот массы где-то там 12, 15, 20, может быть, и это тоже интересный вопрос, где там верхний предел у них, который не решен. Но здесь просто изображено разным цветом на сутки. 20-й, 30-й день, 40-й, 50-й, 75-й, 90-й. Вот поток, который вот здесь изображен, который проходит через Атомас, очень постоянный. Вот как получается это плато? Эти наши коллеги объяснили первыми в мире. И я хочу вспомнить сегодня, в этом году от нас ушел Владимир Сергеевич Мшеник, вот первый создатель этой теории. Снимок как раз сделан на нашем балконе в Этефе. И он работал лучшие годы молодости своей на Обнинской атомной станции, потом над ядерным оружием, в Снежинске. И потом перешел, поскольку он знал физику взрыва хорошо, перешел вот в астрофизику, в теорию взрывов сверхновых. В Соединенных Штатах такой Калгейт, который известен по папаши, по зубной пасте, это тоже ядерщик из атомного проекта. На него гораздо больше ссылаются. Но реально Калгейт, зная коллег из этой отрасли, позаимствовал очень многое, хотя тоже очень много интересных теоретических результатов сделал. Так вот, как объясняется эта стадия плато, я хочу в нескольких словах сказать, потому что пекулярность сверхновой 87-я и похожих на нее, можно понять, если мы хорошо понимаем, что такое плато. Так вот, здесь для типичной тоже... Не для 87-я, а для типичной сверхновой 2-го типа. Ну, тут попытки наши 99 ием были. Тоже на те же самые сутки показан ход температуры внутри нее, на тех же самых координатах. И вот видно, что с течением времени вот такой спад температуры продвигается к центру. Что здесь происходит? Здесь происходит рекомбинация водорода. Сверхнового 2-го типа по определению богатого водорода. Водород рекомбинирует. Когда-то я наивно думал, что вот энергия рекомбинации водорода и высвечивается, но это совсем неверно. Она просто определяет, вот фиксирует нам вот эту вот температуру этого перехода в районе 5-6 тысяч градусов. Примерно как солнечная температура. Немножко ниже, чем реликтовая. У нас 3 тысячи градусов в космологии. Потому что там плотность гораздо меньше. Поэтому... А у нас плотность повыше. И вот примерно те же температуры, что в солнечной. И вот эта волна охлаждения, которую люди, специалисты в ядерных взрывах прям наблюдали во вспышках, которые они делали в атмосфере, она здесь в этих сверхновых происходит. Напомню, что все это летит с бешеной скоростью наружу. На краю могут быть там 15-20 тысяч километров в секунду. 87 до 50 тысяч километров в секунду это доходило. Поэтому вещество летящее должно быстро радиобатически охлаждаться. Тем не менее, масса нагретая такая большая, что хватает довольно для долгого свечения, но не очень яркого для сверхновых классических второго типа. Вот гораздо интереснее оказывается, менее понятно физически, но интересно прямо из того же самого расчета посмотреть на ту же самую температуру в координатах Эйлеровых. Вот просто логарифм радиуса десятичный здесь. 10-15 сантиметров. Видите, многие месяцы температура примерно одинаковая, потому что зафиксирована рекомбинация. А радиус постоянный от того, что так сложилось строение красного гиганта, который взорвался взрыв, неведанный нам в деталях до сих пор природы в самом центре. Внешние слои летят с бешеной скоростью. И то, что идет внутрь по лагранжевой массе, оно... Так, нет, это в другую сторону. Вот так. То, что по лагранжевой массе идет внутрь, на самом деле сносится летящим веществом сюда наружу. И вот так у нас оказывается, что по закону сигма ТФ4 на Р квадрате у нас константа. И вот это объясняет плато. Это вот теория Мшенника Надюжина, и Грасберг в деталях это все объяснили. И ввели вот этот самый термин плато. Ну вот повторение такого же графика, который я уже показывал. Ну, здесь немножко другие слова. Вот как только она взорвалась, в районе там 2 или 3 марта 87 года у нас был семинар, где не помещались люди. И Дмитрий Константинович Надюжин сказал, ну вот она будет светить, потому что прошло всего 2 недели, вот такой слабенький, а через месяц заглохнет совсем, упадет. Но меня это крайне удивило, потому что за год до этого мы с ним сделали работу о том, что будет, если внутри сверхновой есть радиоактивный кобальт. По Монте-Карло сделали расчеты, и наши расчеты вышли в сентябре тоже 87 года. И они же предсказали, что будет гамма-излучение. То есть вот у нас самые первые получились. Уже в декабре вышли расчеты Гребенева-Синяева, а у нас в сентябре. Но Дмитрий Константинович почему-то тогда не связал то, что именно в этом объекте та абстрактная задача, которую нам поставило рассчитать по Монте-Карло, спектр гамма-излучения от радиоактивных распадов. Так вот, значит, там были графики для типичной сверхновой второго типа, а вот здесь графики очень похожи, но прямо для 87, для модели 87. Конечно, все они приближены, точно никто абсолютно не знает, как она была устроена, но вот такие модели дали очень неплохое согласие с наблюдаемыми потоками и скоростями. Так вот, если мы посмотрим на логарифт температуры, тут он очень похожий, также идет фотосфера как бы внутрь, но если внутри не было радиоактивного никеля, то вот уже на 30-й день все бы тут заглохло и погасло, потому что это запасы вот этой тепловой энергии, а точнее говоря, энтропии, про которую я специально скажу, хватило бы только на месяц. Но здесь в центре, как мы сейчас хорошей точностью знаем, примерно 70 небольшим процентов массы Солнца народилась в процессе взрыва радиоактивного 56-го никеля, и он начал все больше и больше подавать. Вот этот вот рост светимости здесь, это то, что дает радиоактивный источник. И вот мы видим, что сначала продефундировать далеко прогрев не мог, но уже вот через полтора до два месяца все прекрасно, все, что выделял никель, перешедший уже в кобальт. За три недели он переходит практически весь кобальт 56-й, а кобальт в ЕРАС там 111 суток у него. Кстати, постоянная распада кобальта была по 87-я измерена точнее, чем в то время знали в лаборатории, потому что это очень вредный изотоп, с которым трудно работать. Вообще-то он человека облучает сильно, хотя и нужен в разных медицинских приложениях. Но хвост сверхновой 87-я шел так точно по переходу кобальта в железо 56-е, что вот это тогда было известно точнее. Так вот еще немножко несколько слов, но тут я только пролистаю, потому что во всех почти западных обзорах, книжках, даже учебниках написано большими буквами, никто не ожидал, что такая вот маленькая звезда, она была слабенькой, то, что взорвался не красный сверхгигант, как теоретики давно предсказали, и первыми, а взорвался голубой сверхгигант. Но на Западе не знают, а мы должны помнить, что и в этом зале рассказывалось, он работал тогда уже в ОКИ, он, к сожалению, не дожил. В 1984 году вышла замечательная статья Иосифа Мулача Шкловского, которая написала, я вот это пролистаю, к сожалению, по-русски не нашел, тут легко всегда английские версии у нас качать, письма же. Вот, у него статья так называлась, и линия аргументов у него была такая, что в таких вот, как Магелланово облако, он их называл нерегулярными, сейчас уж не знаю, вообще-то они довольно регулярные, особенно большое Магелланово облако, довольно большая галактика. Но, тем не менее, он говорит, в таких галактиках что-то, остатки обоих типов, как тогда мы знаем, плерионы с пульсаром, и такие оболочечные, я покажу, которые как-то сверхновых термоядерных, никакого остатка нет. Остатки двух типов, а сверхновые второго типа не открываются. Он говорит, да, наверное, от того, что там металлов мало, должны взрываться маленькие, голубые гиганты. Он это прямо написал. Следующее, ну, я тут вот, может, не скопировал, следующее сверхновое в большом Магеллановом облаке должна быть, ну, должна быть, взорваться из, так сказать, не красного гиганта, а более компактного. И опирался, он, да, еще интересный исторический анекдот, он опирался на работу и Мшенника, и Надежина 1964 года, где они взяли 50 радиусов солнца, как и оказалось, и взорвали. Он был рецензентом и не хотел пускать эту статью в печать, потому что такие маленькие, невидные, не взрываются. А сам Борис Кикельнер, он был тогда редактором в АЖ, он сказал, нет, ну, давайте, правильный же расчет, первый там в мире, и напечатали. Хотя Шкловский был против. А потом, еще сообразив, связав от СКСИАПИА, которая тоже слабенькая была, ну, может быть, она была один в этом. Он, вот то, что запало, он это использовал, вот так вот в истории связалось. То есть, важно, чтобы редактор был хороший, чтобы расчеты были правильные, и тогда у нас получаются предсказания через десятки лет, который вдруг подтверждается. Но здесь вот табличка от ВУСЛИ, что мы вообще ждем от сверхновых, от каких звезд, но массивных, больше десяти масс Солнца. От маломассивных термоядерных сверхновых можно получить только исключительно в двоинных системах. Ну, вот тут у нас Александр Васильевич Татуков лучше всех в мире, и Первом мире, можно сказать, это делал вместе с Львом Юнгельсоном, Аллой Генриховной еще. Мы учились на их статьях. Но если говорить вот о массивных звездах, то они бы могли бы и как одиночные взорваться, и вот в диапазоне около десяти, там, двадцати масс Солнца, если на главной последовательности, то стандартная эволюция предсказывает коллапс нейтронной звезды или черной дыры. Но стандартная эволюция не может точно предсказать, какая звезда взорвется при этом коллапсе, а какая просто коллапсирует тихо. Вот это нерешенный до сих пор вопрос. Нужен учет и вращения магнитных полей. Ну, вот это как бы должна была быть обычной сверхновой с нейтронной звездой, которая, насколько я знаю, до сих пор никем не найдена. И в этом загадка. Ну, к тому, что там видно, мы еще вернемся. Но сейчас немножко про то, что нетривиальность вот этого никеля я... Ну, все детально формулы читать не надо, а просто некоторые цифры полезно запомнить. Вот, если мы возьмем не 87, а какой-нибудь термоядерный сверхновой, это взрыв углеродно-кислородного белого карлика. У него в плотности, в центре плотность миллиарда грамм в кубическом сантиметре. И при взрыве термоядерном достигает температуру МЭЛов, как говорят физики, 10 миллиардов градусов кель. Так вот, я бы не стал вот этот слайд приводить, если меня вчера не вдохновил Юрий Александрович Фадеев, он смело написал формулу с градиентами отдельной энтропии, но я решил физику, которую учат студенты, полезно применять. В астрономии, конечно, осторожно, потому что все эти формулы термодинамики, те, что тут написаны, простые, уравнение состояния, вот это красивее выражение для энтропии идеального газа, вот оно, формула Сакура, тетроды, знаменитая, она имела постоянно планка внутри себя, до создания квантовой механики, в этом глубочайший смысл. Правильно понять термодинамику вы не сможете никогда, если не поймете основу квантовой механики. Не всякие книжки в термодинамике это излагают, лучше всего книжка Киттеля, мне нравится статистическая термодинамика, там есть потрясающая глава про экспериментальную проверку вот этой вот формулы, ее в 30-е годы еще проверили для инертных газов и фантастически требуется только третье начало термодинамики, которая состоит в том, что энтропия удельная любого равновесного вещества равна нулю при абсолютном нуле температуры. И тогда вы точно экспериментально вот эту вот формулу проверяете. Если мы подставим, скажем, для этого углерода карлика все цифры, то получим вот эту удельную энтропию S немножко больше единицы. У фотонов, если посчитать, то там АТ в кубе на плотность, то это число фотонов единицы объема на концентрацию барионов, это число сильно меньше единицы. Электроны еще меньше, потому что они вырождены, вот у них это химический потенциал большой. Значит, энтропия порядка единицы. И когда мы адиабатически что-то взорваем, энтропия это та физическая величина, которая на адиабате константа. Значит, когда мы расширим белый карлик до того, что разорвало сверхново, его температура окажется ниже, чем 3 градуса Кельвина, потому что наша холодная трехградусная Вселенная имеет энтропию миллиард, а здесь единичка на 9 порядков меньше. Ну, кто не хочет связываться с энтропией, может просто по адиабатам это проверить, но я-то тоже проскочу. Значит, просто повторяю тезисы, при 3 градусах Кельвина мы живем в горячей Вселенной, она называется горячей, потому что энтропия горячая, не температура является мерой горячести физического объекта. А при 10 миллиардов градусов белый карлик взрывающийся, он холодный, если в нем ничего не было, то когда бы вот он достиг радиуса 10-15, типичного радиуса, как я показывал, для фотосфер там сверхновых, то он уже был бы только при гамме 4,3, если бы сохранилось, был бы 1000 градусов Кельвин, но на самом деле его показатели Адиабат, вот этот у него ближе к 5,3, температура Кельвином сходит, ну никаких сверхновых, были бы взрывы, были бы остатки сверхновых, но никаких сверхновых одинаков космологии не было бы вообще, если бы не был источник энтропии. Так вот, у нас, кстати, замечательный обзор Дмитрия Константиновича надежно по источникам вот такой энтропии, подогрева сверхновых первого типа и 87. Ну, первый переход это 56-й никель в кобальт со всеми уровнями, вот при переходах по этим уровням излучаются гамма-линий, которые от 87 и наблюдались, но следующий я не стал рисовать диаграмму, основной и долгий, конечно, переход кобальта в железо, и линии вот того перехода были на станции СММ, Солар Мам, Космом Мишен, прекрасно наблюдены, как предсказано, и в общем-то в соответствии с теми нашими расчетами и многими другими. Но второй вот источник нагрева именно энтропии сверхновых это ударные волны, потому что классическая сверхнова второго типа безо всякого никеля и кобальта она бы могла 3-4 месяца нам сиять на там пару звездных величин, ярче, 87-я, безо всякого никеля, потому что ее подогрело, народило эту энтропию в огромной массе, там 15-20 масс солнца, и с большим радиусом 300 там или 1000 радиусов солнца пробежала ударная волна, которая нагрела это все. Но здесь интересны разные факты о том, когда ударная волна остается одиабатической, то есть одиабатическая ударная волна это не одиабата, это как раз подскок энтропии, но она не теряет энергию. А когда все приближается к поверхности, вот на такие расстояния, когда расстояние до поверхности предсверхновой по сравнению с пробегом фотонов становится больше, чем скорость света на скорость ударной волны, порядка десятки, двадцатки, потому что скорость ударных волн у нас примерно одна десятая, одна двадцатая скорость света, то тогда уже фотон успевает обгонять, вот это пропадает адиабатичность в ударной волне и получается вспышка. Но тут тоже интересные работы проводились по аналитическим решениям Гадемальный Франк Каменецкий. Франк Каменецкий, надо сказать, был научным руководителем Дмитрия Константиновича, это одна школа, и тоже из ядерного проекта. Ну и может быть думали, что гамма-всплески такие, когда думали, что они локально могли бы тут происходить, но это излучение слишком мягкое в такой модели оказывается по сравнению с наблюдаемыми гамма-всплесками. Но в реальных сверхновых оно должно быть и есть программа по их поиску. Вот в зависимости от радиуса предсверхновой у нас можно увидеть, что вспышка при этом выходе примерно одинаково, 300 радиусов, это типично считается для второго типа плато, 48, это я взял для 87, а 10 там и меньше, это какие-нибудь уже вряд ли водородные звезды, а вольф-райе, но цифры примерно те же, и тут особенно интересно на их температуру посмотреть. светимости вспышки примерно одинаковые, только длительность разная, а температуры заметно меньше, чем больше звезда, тем мягче излучение. Здесь, правда, эффективно, реально, цветовая температура раза в три в этих объектах больше, и вот 87, она была больше миллиона кельвинов в момент вспышки, хотя никто, ну ладно, историю нам уже не... Ну вот выглядит вот так, вот тут секундами обозначить, прямо расчет, вот мой старый, для 87, как ударная волна приближается к поверхности, вот здесь классический фронт, вроде решения Седова, она еще адиабатическая, и вот где-то 6000 секунд все отрывается. Произошел шок-брейкаут по-английски, но если посмотреть в координатах от поверхности, в массовых логарифмах, а еще лучше в вот в оптических глубинах, которые при оптической глубине порядка десятки, вот здесь вот логарифм оптической глубины можно отложить и увидеть, что пока глубоко у нас идет адиабатическое ударное, а тут фотоны вырываются и они летят вперед. Но это я пропущу разные типы нагревания, потом у нас есть оценки скоростей для сверхновых, из оценок скоростей порядка 10 четвертой масс порядка одной массы солнца мы получаем прямо 10,51 это типичная энергия сверхновых 10 to 51 эркс. Этот выброс у нас дает остатки, но это не моя тема, но все-таки нужно упомянуть, что именно два типа есть, один А термоядерный, в центрах ничего нет, красивые такие сферические, а вот такой может быть похожий остаток будет от 80а, это кассиопия А, но она замечательна тем, что в кассиопии А мы астрономы нашли нейтронную звезду, а 87а до сих пор нет, ну это кассиопия в разных диапазонах, так вот, что видно в 87а, уже после там примерно 5-7 лет стало появляться рентгеновское излучение таким колечком, то, что выброс, который, самые внешние слои около 50 тысяч километров в секунду достигли кольцевидной структуры, возбудили там рентгеновское и прочее излучение, а на разных радиодиапазонах пыли пытаются найти до сих пор какую-нибудь нейтронную звезду, до сих пор ничего не видно, не исключено, что нейтронная звезда пожила недолго и все-таки перешла в черную дыру, которая, ну ничего не аккрицирует, трудно обнаружить, вот, ну и так важные числа сверхновых, это вот этот 1051-й ирк, а световая энергия всего 1% от этой энергии. Для 87-я у нас в ряде работ, там, ну, порядка единички это и получалось. Последних работ Виктор Павлович может побольше даже и масса вот в таких пределах. Радиус тоже. Вот в последних расчетах Виктора Павловича Утробина с коллегами, которые делали эволюцию, у них вот тут поменьше, если разглядеть, то есть радиус поменьше, масса побольше, но энергия тоже из-за этого побольше немножко. Вот, ну, в принципе, удовлетворить. Вот эта работа интересна как раз тем, что они показывают, что тот предок предсверхного, который лучше объяснил 87-я, получился в результате эволюции двойной системы. Ну, и в целом есть до сих пор люди, которые говорят, что можно как-то на стадии голубого гиганта взорваться, но гораздо проще это в двойных системах. Ну, вот из наших последних работ это уже, ну, как наших, я здесь только давал код, это вот Дан Финг Сиан, китайская коллега наша, и разные есть другие, из других стран, но они очень тщательные наблюдения провели вот это сверхновый 18-го года, HNA, HNA, и здесь графики просто я решил показать, они интересны, я показывал скорости там термоядерных сверхновых, но вот сопоставление скоростей 87-я, там в Афшальфа там скорости и 17 тысяч километров, но здесь вот считается, что мы где-то на феру 2, вот этой линии, которая слабенькая, как бы, но еще видна в спектрах сверхновых, она очень близка к уровню атосферы, фотосферы, и поэтому на ней довольно точно измеряются скорости, вот видно, что вначале там при вспышке я говорил косвенно, мы понимаем, что десятки тысяч километров в секунду, вот 50 дней, 100 дней, тут все-таки уже 2-3 тысячи километров в секунду, и вот это наше новое, вот эти звездочки и 87-я тут похожее поведение показывают, а еще здесь сопоставление как раз некоторых наших теоретических расчетов, и голубеньким это вот это новое HNA 18-го года, а сплошной линии где-то тут основная 87-я, вот она, они очень-очень похожи, ну, здесь получилось, что радиус 45, вот по нашим расчетам, то есть опять голубой, Сергей, масса вот такая, там от 14-я до 18-я, и кинетическая энергия около одного фоя, дальше это я уже судить никак не могу, коллеги, там спектроскописты, они оценили массу кислорода, что по-моему все-таки всегда только какую-то там нижнюю границу может дать тут и 87-я, ну, в общем, утверждают, что на главной последовательности масса была меньше 16-и, а тогда опять же одиночную эволюцию очень трудно объяснить, но гораздо интереснее вот другие еще звезды типа 87-я, вот Николай Николаевич как раз сидит, они уже 12 лет обработали замечательную сверхновую 2000 ЦБ и получили, что радиусы тоже тут что-то такое 35 плюс-минус 14, выброс 22, плюс-минус 1 уже выше, но из энергии взрыва смотрите, больше 4-х фоя, и вот это уже 1 фоя теоретики до сих пор мучаются А4, вот кто-то магнитар придумывает, что я думаю больше что-то вроде окрестства на черный дур. Вот тут у меня слайд совсем из другого доклада про темную материю, я не буду его зачитывать, но у нас много аргументов и вращение галактики, главное из реликтового фона мы знаем. Почему я это привел? Потому что есть до сих пор тоже люди странные, которые пытаются утверждать, что вообще нет темной материи, а можно гравитации модифицировать и все объяснить. Но если мы посмотрим на реальные объекты, где детально изучена темная материя, так сказать, по линзированию гравитационным, вот некоторое скопление, которое много лет изучалось на Хабле, тут вот кружочками объединены три галактики, которые на самом деле одна и та же галактика по разным путям, и вот в этой галактике взорвалась сверхновая Ревсдала, и получилось замечательное предсказание, в некоторых работают, четыре изображения, одно и то же сверхново увидели, а пятое будет через год. И это предсказание блестяще подтвердилось. Как вы там можете модифицированной гравитацией это сделать, при том, чтобы еще и реликт у вас объяснялся, а тут прямо картами распределения темной материи восстановлено, по линзированию, карты разные, в разных моделях немножко разные, все задачи в астрофизике математически некорректны, как знает Анатолий Михайлович, целую монографию написал, но это не значит, что они дают некорректные ответы. Вот этот замечательный объект, который Петр Валерьевич Бакланов с коллегами, ну и использовать тоже мой пот и намоток, который нас направлял, он тоже получил наилучшее воспроизводство, отлично, он наилучшее воспроизводство получил, радиус как 87А, масса побольше, похоже вот на сверхновую чугу от Робина, радиоактивный никель побольше, но главное, энергия взрыва почти что 5 фолин, ну ничего другое не получается, потому что вот что еще замечательно, здесь приводится, буквально в мае была сенсационная работа в Science, и есть сопутствующая в тот же день вышла в Astrophysical Journal, Келли, который лучше всех наблюдал эту сверхновую, Ревздалу и несколько лет обрабатывал, наконец вышла их обработка, если вы посмотрите эту статью, ее вот мелко тут, но написано, что они сравнивают с моделью Бакланова и других то, что лучше ничего нет, поэтому даже для изучения темной материи нужны сверхновые типа 87А, вот, они нам дают при неизвестных свойствах механизма взрыва, понимая, что даже если она там компактная, 50 радиус Солнца, но при прохождении ударной волны 15-20 масс Солнца, детали мгновенного взрыва теряются, у нас более-менее сферическая ударная волна распространяется, эффекты несферичности, конечно, тоже надо изучать и проверять, мы можем делать предсказания, которые оправдываются, и, в общем, выводы такие, что я вот подчеркиваю, что знаменитое сверхновые 81 было очень слабо по абсолютной величине, как было предсказано Шкловским, может быть, не все его аргументы, так сказать, увязывают в современной картины, но вывод оказался правильный, и просто нельзя утверждать, что никто не ожидал, один выдающийся, великий, я бы сказал, астроном, это астрофизик, это предсказал, буквально, к сожалению, не дожил пару лет, вот, она обладала обычной энергией, потом наши же модели вот подтверждают, что должны быть какие-то и другие, похожие на 87 по всему, обязательно нужен никель, обязательно компактность, при компактности без большого количества никеля не объяснишь кривой блеска, но нужна энергия взрыва в пять раз больше стандартной, вот, ну и есть другие разные объекты, там несколько кривых мы увидели, а вот последний, ну это обычная, более-менее, 18-я чины, просто детально исследуем нашими китайскими коллегами, про нее я выводы сказал, ну и в обычных одиночных, эволюции одиночных звезд, такие вот малые массы не доходят до коллапса обычно, ну тоже может быть, как кто-то в эволюции что-нибудь там исправит, теории путеперемешивания или сделать многомерный конвективный расчет, может быть, как-то доведут, но сейчас вот у меня, хоть я и не спец эволюции, все-таки, что скорее всего эти объекты должны в каких-то двойных системах образоваться, ну вот, все, спасибо. Спасибо. На вопрос, пожалуйста, вопросы. Александр Васильевич. Спасибо за доклад. У меня вопрос будет поэнергетически, что поддерживает кривую блеск, а после уже взрыв прошло, рекомбинация, и на этом, какие мы имеем запасы энергии. Во-первых, энергия вращения, нейтронизвезда потенциальная, до 10.52. Да, это магнитарный вопрос. Во-вторых, есть еще один источник энергии, вот Николай Чугай указал, это взаимодействие с веществом, которое было выброшено в виде ветра до самой сверху. Там тоже до 10.50, зависит от того, сколько было в виде ветра выброшено. Если одна масон, то 10.50. Есть еще третий источник энергии, это радиоактивные элементы, которые подсвечивают. Вот мой вопрос конкретно связан с... Да, надеемся, темные энергии здесь нам не мешают следить за порядком. Будем надеяться. Хотя, Соловьеву, помните, все видимые нами, не более, чем они. Так, возвращаясь к вопросу, что каков запас энергии радиоактивных элементов, не противоречивший современному химсоставу. Понятно, да? Потому что мы можем положить много, но это будет противоречить тому, что мы видим. Какой запас энергии в радиоактивных элементах можно допустить не противоречии наблюдаемой химии? Ну, насколько я понимаю, 7% массы Солнца, которая 87, которая все переходит в железо, ничему не противоречит. И потом, самое приятное, что там сколько-то лет в основном светит кобальт, потом появляется Титан-44, который тоже наблюдаемый. В общем, да. Ну, вот именно пропорционально массе Солнца это все-таки меньше, чем 10,5 гораздо, потому что обычность верхного второго типа высвечивает за первый год, 10,49 примерно, а тут еще на порядок меньше. Поэтому проблем с энергетикой вот таких нет. Здесь проблема с энергией взрыва. Кинетическая энергия для него нужен механизм. И что там магнитар, которого мы знаем медленный, он должен быть быстрый. Либо, мне кажется, какое-то явление коллапса, типа tidal disruption ивент, который быстро протекающий и сферизуется. Признаков сильного джета пробивающего все, 8-7, мы вроде бы не видим. Это не гамма. Это не гамма. Коллеги, еще вопросы, пожалуйста. Спасибо. вам. Пожалуйста, Александр Анатольевич. Как статистика металличность предшественников как-то этим кто-то занимался? Потому что Натальевич сильно определяет. Да, но я просто ссылки на литературу не знаю, но именно Шкловский во главу угла поставил, что как объяснить, что там не взрываются такие сверхновые взрываются коллапсы. А металличность говорит, несколько раз меньше. Бурная звезда образования идет, и какие-то события там происходят, а металличность несколько раз меньше. Но как я понял, Петр Валерьевич вот сейчас тут его нет, может он удаленно где-то знает. Мы когда пытались 99М объяснить как следует, там у БВФ все очень хорошо. Если мы брали металличность, которая была принята для ее галактики, то плоховато получалось. А если мы ее уменьшили несколько раз, ну тоже примерно как в большом углу, все очень хорошо. То есть для как конечно для всей звездной эволюции металличность важна, и для истории, для этой самой археологии, истории металлизации образования тяжелых элементов очень важна. Но даже для объяснения фотометрии, не спектров даже, а фотометрии сверхновых, вот из какого облака, с каким количеством металлов она взорвалась, оказывается, очень важно. Если учесть что в основном это периферия сверхновой, там градиент хим-состава, там все-таки надо как учитывать. Спасибо. Коллеги, поблагодарим доклад. Доклад, вы должны двигаться дальше, и у нас тематический доклад Юлии Николаевны Соловьевой из компании ИСАО «Яркие голубые переменные лач-глуверикус», да, то, что называется? Люминус. 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 Методы поиска их наблюдательных свойств. Значит, у вас 25 минут, я за 3 минуты до начала вопросов дам, то есть минут за 6 до конца. Спасибо. Чтобы можно было пообсуждать. Хорошо. Пожалуйста, Юлия Николаевна. Начну с того, что вообще такое яркие голубые переменные или Эльбиви звезды по-другому, сокращенно. Вообще, это массивные звезды высокой светимости, которые показывают регулярную переменность на различных масштабах времени. И первыми историческими примерами Эльбиви звезд можно считать звезды Этекиля и Пелебедя, которые показывали гигантские вспышки в 19-18 веках соответственно. Но целенаправленные поиски уже какое-то более-менее осмысленное изучение началось только с начала 20-го века, когда наблюдатели, включая Эдвина Хаббла, кстати, стали обнаруживать голубые переменные звезды высокой светимости в галактиках М33 и М31, которые, кстати, позже потом стали называться как раз переменными Хаббла-Сэндиджа. И при этом параллельно независимо от них изучались переменные типа Эздорадус на Геллановых облаках. И только в 80-х годах Питер Конти объединил все вот эти перечисленные типы звезд под названием Luminous Blue Variables или вот как по-русски часто переводят как яркие голубые переменные, объединил их на основе сходных наблюдательных характеристик. Что это за характеристики? Обычно когда говорят про яркие голубые переменные, конечно же тут имеется ввиду их фотометрическая переменность. И принято выделять два основных типа переменности. это переменности по S-дорадус амплитуды приблизительно до 2-2,5 звездных величин. Считается, что балометрическая светимость остается приблизительно постоянной при этой переменности, однако возможно все-таки некоторые изменения. И вот известны примеры звезд, LBV звезд подтвержден, у которых наблюдается именно этот тип переменности, у которых наблюдались изменения полной светимости. И также принято выделять переменность типа Этекиля. Амплитуда здесь уже повыше, то есть там больше 2,5 звездных величин, иногда может быть 5. И здесь уже балометрическая светимость не сохраняется, то есть этот вид переменности представляет собой гигантские вспышки, и он еще более нерегулярен и вообще редкий достаточно. И часто переменные такого типа ассоциируются с импостерами сверхновых, или как часто на русский переводят псевдосверхновые. Названы они так, потому что их спектр похож на сверхновые типа 2N, но при этом звезда не разрушается и могут наблюдаться подобные вспышки импостера в последующем или же уже настоящие вспышки сверхновых звезд. В спектре LBV звезд в зависимости от температуры фотосферы наблюдаются куча различных линий, но как бы чаще всего это естественно линии водорода с широкими крыльями, линии железа ионизованного, в том числе и запрещенные, нейтрального ионизованного гелия, кремния, азота, углерода и многие другие. И часто эти линии имеют профили типа П-лебедя. Что касается эволюционного статуса. В классическом представлении считается, что LBV это стадия эволюции одиночной массивной о звезды, причем она предшествует стадии Вольфа-Рае. И стадия LBV считается определяющей в удалении водородной оболочки вокруг звезды. И вот здесь на слайде показаны возможные эволюционные пути массивных о звезд в зависимости от массы. Ну и тут как можно увидеть, что относительно малой массы, то есть 20-25, могут даже как бы стадия LBV может предшествовать непосредственно сверхновой, минуя стадию Вольфа-Рае. Но вот в 2015 году вышла очень интересная статья авторства Смита и Томблсона, в котором LBV звезды рассматривались как результат эволюции двойных систем с обменом масс. Авторы проанализировали положение LBV звезд нашей галактики Магеллану Хаблаков и обнаружили, что LBV звезды некоторые, ну, точнее, даже большинство изолированы от массивных молодых скоплений, причем удалены они даже сильнее, чем Вольф-Рае звезды, которые в классическом представлении считаются следующей после LBV стадией эволюции, что, в общем-то, не особо вяжется как раз с этой классической картиной, которая представляет собой стадию эволюции одиночной звезды, то есть изоляция просто этому противоречит. И они предложили такой вариант, что среди массивных звезд преобладают двойные системы с обменом масс, причем звезды Вольф-Рае и сверхновые типа 1BC более массивные и соответствуют донорам массы, тогда как LBV звезды и их аналоги с меньшей массой вроде BE сверхгигантов являются акреторами, причем при акреции LBV звезды раскручиваются и могут отбрасываться далеко от места своего рождения при взрыве своего компаньона как сверхновой звезды, чем и объясняется наблюдаемая изоляция. И надо сказать, что вообще вот эта вот идея про то, что LBV звезда это результаты эволюции двойной системы, она не новая, она высказывается еще в 80-х годах работа Кеннина и Галлахера, однако именно статья 2015 года возымела нужный эффект и после нее последовал шквал статей, который так или иначе подтверждает или опровергает вот эту вот версию происхождения LBV. Так что можно сказать, что это сейчас самая обсуждаемая тема в области изучения этих звезд. Ну и еще третий вариант, который редко вообще встретишь в литературе, это то, что LBV звезда это объект торножидков, то есть это двойная система с общей оболочкой, состоящая из красного гиганта или в данном случае сверхгиганта, поскольку LBV звезда очень высокой светимости и нейтронной звезды. Но как я и сказала, это ну такой вариант вообще редко рассматривается. На данный момент известно около 50 LBV звезд в наших и других галактиках и здесь нужно отметить такой момент, что в это число входят как переменные типа S-Doradus, которые считаются сейчас как бы классическими LBV звездами и некоторые импостеры сверхновых, но не все. То есть строго говоря этот список не полный, но я здесь опираюсь на статьи, посвященные подсчетом LBV звезд. Ну и кстати на страничку англическую страничку Википедии, потому что она довольно-таки хорошую и полную информацию про эти звезды дает. И здесь можно заметить, что большая часть ярких голубых переменных известны в пределах одного мегапарсека, тогда как за пределами этого расстояния известно всего вот несколько звезд этого типа, можно вот на пальцах ее считать. И здесь звездочками я отметила те LBV звезды, которые мы обнаружили за последние условно пять лет с помощью данных БТА. И хочу немножко коснуться методов поиска LBV звезд. Изначально самые первые LBV звезды обнаруживались по футометрической переменности в оптическом диапазоне, и чтобы зарегистрировать изменение блеска могли потребоваться десятки лет, и далее уже стали применять менее затратные по времени методы. Например, в нашей галактике часто LBV звезды ищут по их пыльным оболочкам, которые светят в инфракрасном диапазоне, так как считается, что многие LBV звезды по некоторым оценкам вплоть до 70%, как раз окружены вот такими оболочками. И здесь я привела картинки из статей Алексея Князева и Василия Гварамадзе. Это две LBV звезды, которые они обнаружили по данным Спитцера. Вот здесь как раз снимки в полосе 24 микрона, и здесь очень хорошо видны эти самые оболочки. И надо сказать, что такой метод вообще достаточно эффективен, поскольку вот как раз команда Василия Васильевича Гварамадзе обнаружила и подтвердила несколько LBV звезд и обнаружила еще несколько LBV кандидатов достаточно перспективных за последние буквально 13 лет. Также иногда LBV звезды ищут в ультрафиолетовом диапазоне, поскольку в горячем состоянии они достаточно яркие в этой области. И затем отобранные кандидаты уже исследуются в оптике. Но одним из наиболее наверное часто используемых методов поиска ярких голубых переменных во внешних галактиках является поиск H-α-эмиссий связанных с яркими голубыми звездами. И наша группа также использует именно этот метод. И еще последний метод могу выделить, который используется. Это метод, где используется помимо излучения H-α- данные в полосе в фильтрах, которые центрированы на запрещенную линию серы-2, что позволяет исключать остатки сверхновых и H-2 области. На телескопе БТА поиски любви звезд ведутся примерно с середины 90-х годов. Это еще начинал мой научный руководитель Сергей Николаевич фабрика. Изначально задача ставилась как поиск объектов типа SS-433 в галактике М-33, но по мере выполнения наблюдательной программы стали обнаруживаться звезды с мощными звездными ветрами, в частности яркие голубые переменные, и далее уже наша группа прям ценно-направленно искала именно такие звезды в галактиках М-33 и М-31. И на тот момент объекты выбирались как по глазомерным оценкам яркости оба звезд на шальфа изображения, которые получены на телескопе БТА. Далее уже в нулевых годах наша группа стала использовать данные четырехметрового телескопа обсерватории Кит-Пик. И затем уже примерно с 2015 года наша группа решила, что нужно идти дальше и искать такие звезды за пределами местной группы. И для этого мы стали использовать архивные данные космического телескопа имени Хаббла в широком диапазоне, широкополосные фильтры и фильтры, которые центрированы на длину волны Ашальфа. И далее я хочу более подробно остановиться как раз на результатах поиска за последние приблизительно пять лет. Это результаты поиска в галактиках NGC 4736, NGC 247, NGC 4449, NGC 1156. Всего в этих галактиках мы выделили один из потенциально интересных объектов. Искриптероскопия выполнялась на телескопах БТА, Солт и Субару, соответственно, в зависимости от координат. Ну, собственно, мы эти объекты проклассифицировали и обнаружили пять новых ЛБВ звезд, пять ЛБВ кандидатов и один БС Вергенган. И вот здесь как раз на слайде показаны выбранные нами объекты. Это снимки Хаббла. И уже далее хочу перейти конкретно к объектам. Здесь на слайде представлены спектры ЛБВ звезды в галактике NGC 44-49. У этой звезды обнаружена как спектральная, так и фотометрическая переменность одновременно, естественно. У этой звезды наблюдается классический набор линий для ЛБВ в холодном состоянии. преобладание линий железа 2, в том числе и запрещенных. И на некоторых спектрах даже можно увидеть профили типа по Лебедя. У нас разрешение не очень высокое, поэтому линия здесь не прорисована. Поскольку здесь обнаружено и фотометрическое переменность, то есть у нас имелось условно яркое и слабое состояние, то есть холодное и горячее. И мы оценили параметры этой звезды для двух состояний яркости. Для горячего состояния мы использовали спектральное распределение энергии, построенное по данным двух с половиной метрового телескопа Кавказской горной обсерватории ГАИШ и аппроксимировали это распределение простой чернотельной функции с учетом междевозного поглощения. Для холодного же состояния мы определяли параметры звезды из моделирования ее спектра с помощью НЛТР-кода ЦМФ-ген, который как раз предназначен для работы с протяженными атмосферами звезд. И мы получили довольно высокий темп потери вещества 5 на 10 минус 3 масс Солнца в год. И это сравнимо с темпом потери массы у звезды Этекиля в 2001 году. И, собственно, спектр также был похож на Этекиля в тот год. На следующем слайде еще одна любая звезда, которая из петральной автоматической переменности. Это звезда в галактике NGC 1156. В холодном состоянии спектр очень похож на спектр предыдущей звезды. Здесь также преобладают линии железа 2, в том числе и запрещенные. Но вот в горячем состоянии здесь были даже намеки на линию гелия 2 4686 экстрем. То есть изменялась она в общем-то спектр изменялся сильнее. И здесь мы также оценили параметры на основе моделирования ее холодного спектра. То есть мы тут получили параметры для одного состояния. И здесь темпы теремассы уже не такой внушительный, но все равно очень характерный даже для изученных LBV звезд, для которых собственно известна эта оценка. Так, и на следующем слайде еще одна звезда. Это уже галактика NGC 4736. У нее также довольно сильная фотометрическая переменность и спектральная. Например, в ярком состоянии спектра 2015 года верхний здесь также хорошо прослеживаются те же самые блоки линий железа 2. И в последующих спектрах их уже зарегистрировать не удалось, поскольку звезда слабела, ее блеск слабел, и соответственно эти линии проседали, и нам требовалось больше времени, чтобы накопить линии более горячие. Но у нас, к сожалению, мы не потянули этот спектр. И у этой звезды также обнаружена особенность, которая наблюдается у подтвержденных любви звезд. Это ее вид зависимости цвета B-V от изменения блеска в соответствующих полосах. И он отражает повышение температуры фотосферы при падении блеска звезды. И дальше я хочу показать еще любви звезду галактики NGC 44-49. Спектр мы не получили, то есть поскольку мы обнаружили ее, когда она была уже в достаточно слабом состоянии, звездная величина фильтра была слабее 22-й, однако мы обнаружили у нее фотометрическую переменность больше двухзвездных величин, поскольку среди звезд подобных светивных обычно такой любви звезд наблюдается столь сильное изменение блеска. Мы собственно классифицировали ее, как делали раньше, на основе фотометрической переменности. Ну и также мы получили оценки температуры фотосферы в двух состояниях и яркости по данным космического телескопа имени Хаббла. И последняя на сегодня любви звезда, это звезда в галактике NGC 1156, у которой зарегистрировано изменение блеска более чем 2,5 звездной величины. Спектр этой звезды получен лишь единожды в 2013 году по данным БТА. И в этом спектре я вот его здесь не привела, к сожалению, так что вам придется на слово поверить. В нем наблюдается только одна эмиссионная линия H-α, причем с широкими крыльями. Остальных линий в общем-то там не было видно. Ну и дальше мы уже не смогли получить какой-то хороший спектр этой звезды, поскольку она стремительно слабела. Но при этом у нас имелись архивные данные космического телескопа имени Хаббла в широком диапазоне, включая полосу H-α. И при построении спектрального распределения энергии мы обратили внимание, что есть некоторое понижение потока в этой области, то есть линия была либо в чистом поглощении, либо же она имела профи типа П-Лебедя с глубоким ассорбционным компонентом, тогда как в 2013 году линия уже была почной эмиссионной. То есть на основании на примере только одной линии можно сделать вывод, что спектр звезды довольно сильно менялся. Ну и имеющее спектральное распределение энергии мы уже тут аппроксимировали моделью Куруца, поскольку здесь наблюдается вальмировский скачок и собственно шальфа поглощений и получили некоторые параметры этой звезды. Еще хочу показать LBV кандидат очень интересный, перспективный галактики NGC 247. Это приведен спектр полученный на телескопе Subaru, также был получен спектр на телескопе Sol, но изменение спектра мы зарегистрировать не смогли, поскольку мы наблюдали эту звезду очень ограниченное количество раз. Это вообще объект южный. на телескопе БТА его можно достать, но не всегда это, к сожалению, удается. У этой звезды наблюдается стандартный для LBV звезд набор линий, причем это уже не такая холодная звезда, это скорее промежуточное состояние по температуре, поскольку здесь и линии геля хорошо прослеживаются, и профиль типа лебедя тоже видны. И в общем-то эту звезду можно было бы классифицировать как LBV, поскольку у нее и фотометрическая переменность была обнаружена по архивным данным, если бы не тот факт, что в ее спектральном распределении энергии наблюдается избыток излучения в ближнем инфракрасном диапазоне, который, вообще говоря, не характерен для LBV звезд, поскольку ожидается, что у них более холодные оболочки. И такие оболочки скорее характерны для БС-гигантов или теплых гипергигантов. Ну, вот, собственно, поэтому эта звезда достаточно интересна и требует дальнейшего изучения. И последнюю звезду покажу. Это БС-гигант галактики NGC-247. Спектр здесь получен на телескопе СОЛТ. И звезда была классифицирована как БС-гигант на основе наблюдаемых спектра запрещенных линии ионизованных железа, нейтрального кислорода и ионизованного кальция, которые в данной комбинации наблюдаются только у БС-гигантов среди звезд высокой светимости. Ну, и также в подтверждение этому у этой звезды как раз наблюдается вот этот вот избыток излучения ближнем ИК-диапазоне, который указывает на какую-то теплую газопылевую оболочку. Ну, тут скорее речь, наверное, о диске идет, поскольку считается, что это звезды с диском. И вот на последнем слайде хочу показать диаграмму температуры светимости, на которую нанесены наши звезды. И как можно видеть, что светимости здесь довольно высокие. И если сравнивать положение звезд с эволюционными треками звезд массивных, одиночных, то можно грубо оценить диапазон масс приблизительно от 20 до 100 масс Солнца, то есть начальник, соответственно. И хочу подождать доклад. До того, как мы начали программу поиска ярких голубых переменных в галактиках за пределами местной группы, было известно, ну, вот если список полный, всего 6 звезд. И за очень недолгое время выполнения, вот порядка пяти лет этой программы, мы обнаружили еще опять, то есть выборку мы удвоили практически. И надеюсь, что мы будем продолжать эту программу. подождать. Спасибо. Пожалуйста, 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 вы, Иван Иванович. Вы, что у нас не прямо вы занимаетесь звездами типа это Карина, я понял, и вы такие тоже открыли. Вот я помню, она двойная, но хоть очень широкая. Какие последние данные по ее массе, как вы можете, и вот то, что вы открыли, они хоть какие-то двойные, или что вы можете сказать, нас волнует масса, потому что она может взорваться как сверхновая, и причем что-то взорвется. Вот что про масса и двойство. Про двойственность, к сожалению, никаких выводов нельзя сделать, поскольку объекты у нас достаточно слабые, и нет возможности наблюдать движение компонент системы. То есть у нас просто не хватает на это наблюдательных мощностей. Можно комментарий? Да, пожалуйста. Эта корейна действительно двойная система. Вопрос в данный период 5,5 лет. Но она еще является рентгеновским источником. Рентген идет от столкновений звездных ветров. Раз значительный рентген от столкновений звездных ветров, значит масса компонентов достаточно большая. Там порядка 50. Да, массивный. Вторая звезда менее массивная, но первая очень массивная. То есть ветра сталкиваются, это значит массивная звезда. Понятно. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста, Анна Александровна. Скажите, пожалуйста, какие временные масштабы вот этих вспышек? То есть за сколько блеск нарастает, за сколько спадает? по-разному. Я могу показать пример. Вот, например, вот здесь вот это наши звезда. Погромче. Это звезда в галактике NGC 1156, и вот тут изменение блеска зарегистрировано по архивным данным 20 лет примерно. 90-ки лет. А нарастание блеска тут не видно, ладно? Да, к сожалению. Вы ее застали уже, когда она снижена. Да, Просто по амплитудам и по некоторым характеристикам прямо очень похожи на некоторые вспышки симбиотических звезд. То есть вот эти вспышки, когда в энергетическом смысле это не вспышка, а перераспределение энергии. А светимости? Нет, светимости там, конечно, которые это демонстрируют, там тысячи светимости солнца, причем в актерном состоянии. Но мы, к сожалению, ничего не можем сказать. Одиночные, двойные звезды. Понятно. Спасибо. Николай Николаевич, последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вы не обнаружили оболочки среди звезд, которые вы изучали? Мы не обнаруживали, поскольку разрешения не хватает. По всем случаям, когда природа этой это сброшенное вещество, это сброшенное вещество, поскольку вот там ну читается, ну ладно, я не могу объяснить. Спасибо большое за доклад. Дальше и следующий доклад Дарья Ивановна Ляпина, Сергей Иванович Блинников «Влияние эффектов неидеальности в плотной плазме на эволюцию наблюдаемые характеристики белых карликов 15 минут». Так, название можете не произносить, переходите к делу. Добрый день. Собственно, начну вкратце с типовой эволюции белых карликов. Белый карлик рождается как ядро планетарной туманности, очень горячее, температурой более 100 тысяч градусов, а затем остывает, поскольку у него нет никаких дополнительных источников нагрева, термоядерные реакции в нем не идут. И вот на данном слайде представлены примеры кривых остываний, это зависимость в данном случае светимости от возраста белого карлика для средней массы, 0,6 массы Солнца, для разных вариантов состава ядра. И на ранних стадиях остывания остывания в основном обусловлено эмиссией нейтрина, затем постепенно эмиссия нейтрина прекращается, затем следует стадия теплового излучения, потери энергии за счет теплового излучения, и затем постепенно белый карлик превращается в жидкость, затем кристаллизуется, и потом достигает температура Дебая, и наступает так называемая Дебаевская фаза охлаждения, когда меняется теплоемкость. Есть различные версии кодов, с помощью которых считают эволюцию тепловую. Наш код был написан Сергеем Ивановичем Блинниковым и Натальей Витальевной Туниной Барковской. И вот есть альтернативная группа Бержерона, и в статье Попова Сергея Борисовича 2017 года было обнаружено различие код между кодами Блинникова и Бержерона. Которая заключалась в том, что на поздних стадиях эволюции имелся небольшой сначала подъем температуры и светимости, а затем более ускоренное остывание. Оно связано с тем, что код Блинникова изначально рассчитывался для горячих белых карликов, у которых можно считать, что ионы представляют собой классические частицы, то есть плазма описывается идеальным клоуновским плазмам. Однако на более поздних стадиях эволюции есть отличие от законов идеального газа, связанное с тем, что происходит кристаллизация, здесь выведен параметр гамма, от которого это зависит, соответственно, если гамма много меньше единицы, то можно пренебречь корреляциями между положениями ионов и описывать их клоуновским приближением идеального газа. Однако при гамма много больше единицы ионы начинают располагаться в кристаллической решетке. Идея этой работы заключается в том, чтобы распространить код Блинникова и Дунина-Барковской на стадию более поздних белых карликов, более холодных. Для этого было выбрано новое уравнение состояния, которое учитывало бы эти стадии кристаллизации и клоуновской жидкости, это уравнение состояния Патехина-Шебрие. Соответственно, идея работы заключается в том, чтобы заменить уравнение состояния Дмитрия Константиновича Надежина, которое использовалось в коде Блинникова и Дунина-Барковской на уравнение состояния Патехина-Шебрие для неидеальной плазмы. При этом начальная модель и код для эволюции не меняется. Начальная модель является гидродинамической, то есть это очень сильно увеличенный объект, который затем запускается в код эволюции, сжимается и начинает остывать. Таким образом были получены новые результаты. Однако до результатов необходимо было согласовать два уравнения состояния. соответственно на данном слайде представлены сравнения самих параметров давления и внутренней энергии. Также сопоставлялся параметр вырождения и теплоемкость. Теплоемкость является важным параметром в данном случае, так как уравнение надежно, она считается практически константой, так как уравнение состояния, хотя и с поправками рассчитано для идеального газа. А для уравнения потехи на шебрие эта теплоемкость является функцией от температуры и плотности. Также важным условием является гладкость производных, так как шаг эволюции рассчитывается динамически и зависит от рассчитывается через производную неявным образом. Соответственно необходимо, чтобы производная была гладкой, иначе возникнет невозможность численных расчетов. Соответственно проверялась гладкость производных, а также термодинамические тождества численно и разница между частями уравнения получалась порядка 10 в минус пятый. Также важным является совпадение начальных моделей белого карлика, поскольку от уравнения состояния и поправок, которые работают на более поздних стадиях эволюции, они должны зависеть начальной модели. Что мы видим на данных слайдах, левый график представлен для белого карлика исключительно из углеродно-кислородного ядра без оболочек из гелия и водорода, а правый график соответственно для белого карлика с оболочками из водорода и гелия. И мы видим характерные скачки параметров, которые как раз-таки обозначают переход из ядра сначала в гелевую оболочку, затем в водородную. и результаты полученные нами эволюционные треки. Здесь представлено три варианта. Первый это с уравнением состояния надежина, и два варианта с уравнением состояния потихи на 2014 и 2022. Левый график представляет собой эволюционный трек для массы 0,6 массы Солнца, и мы видим, что различие, если возникает, то оно практически незаметно. Это связано с тем, что стадия кристаллизации наиболее существенно проявляется для массивных белых карликов, что и видно на правом графике, где масса равна 1,3 массы Солнца, и кривые для уравнения состояния потихина очень сильно показывают ускорение остывания, причем видно, что уравнение 2022 года позволяет рассчитывать эволюцию намного дальше. Это связано с тем, что в уравнении 2014 года возникала как раз таки нестабильность в производных и эволюция прерывалась из-за особенностей кода. Далее подобные же графики для температуры. Здесь в принципе видно, что картина очень схожая. Ну и хочется отметить, что в уравнении состояния надежно еще возникали нестабильности на более поздних стадиях эволюции и скачки параметров, которые в уравнении потихина не наблюдать. Также интересным является то, что уравнение потихина позволяет рассчитывать уравнение состояния потихина в новой версии позволяет дольше рассчитывать эволюцию для белых карликов с водородными гелевыми оболочками. А также видно, что есть небольшое отличие в темпе остывания для белого карлика с наличием этих оболочек. Важным является момент, как сравнивать результаты с наблюдениями. Для этого мы придерживались той же методики, которая до этого была использована линейником Медуниной Барковской для их версии управления состояния. Выделяется несколько интервалов температур. Для каждого из этих интервалов температур можно рассчитать по эволюционным трекам время, которое белый карлик находится в этом интервале температур. И затем вводится функция, которая является отношением конкретного времени в определенном интервале температур к общему времени во всех интервалах. И подобную же функцию можно ввести для плотности числа белых карликов, однако плотность будет рассчитываться из наблюдательных данных. И предполагая, что темп рождения белых карликов не изменяется, мы получаем, что приблизительно должны эти функции совпадать, так как время, которое белый карлик находится в определенном интервале температур, будет пропорционально плотности данных объектов в наблюдательных данных. Данные по плотности брались из монреальской базы данных белых карликов, куда входят данные из каталогов ТУМАС, СДСС и ГАЯ-ДР2. Соответственно, вот графики, которые показывают сравнение с наблюдательными данными, видно, что достаточно хорошо они совпадают, особенно для массивных объектов. Однако важным является момент, что здесь температура доводится только до 10 тысяч градусов, тогда как кристаллизация и все эти отличия между равнениями состояния надежной и потехино, они возникают на более поздних, более холодных стадиях и на данном слайде представлены примеры построения такой эволюции и здесь видно, что наблюдательные данные отличаются от теоретических, это связано с тем, что в монреальском каталоге не хватает элементов от 5 до 10 тысяч градусов и соответственно, потому что они достаточно слабые, соответственно, требуется обогащение наблюдательной базы за счет новых данных, которые сейчас получает ГАИ, в каталоге ГАИ уже более 100 тысяч белых карликов, соответственно, есть в том числе наблюдения достаточно холодных до 2-3 тысяч кельвин и в дальнейшем предполагается проводить анализ именно по базе данных ГАИ-ДР3. Ну и немного про перспективы дальнейшего развития кода в данном случае приведены зависимости от параметров давления и температуры в уравнении состояния потехина для различных составов, то есть углерода, кислорода и водорода. И мы видим, что действительно зависимости немного отличаются, причем уравнение состояния потехина позволяет рассчитывать многокомпонентную плазму вплоть до 10 компонентов и предполагается добавить соответствующую возможность для эволюционного кода, чтобы включать помимо углерода и кислорода какие-то более специфические элементы, например, неон, а также включить возможность для расчета диффузии элементов, так как диффузия сильно меняет химические профили, что влияет на теплоемкость белого карлика, а также может из-за выделения тепла влиять непосредственно на темпы остывания. Ну и собственно краткие итоги этой работы это учет стадии кристаллизации, которая особенно важна для массивных объектов в ходе Блиникова-Дуниной-Барковской, доработка кода для более холодных, более поздних стадий, также объяснение найденных отличий от других эволюционных уходов и тест использования нового уравнения состояния, соответственно другие уравнения состояния тоже можно пробовать использовать для эволюции белых карликов. Спасибо. Пожалуйста, Сергей Натюшевич, пожалуйста. Спасибо. Я просто мелко. Покажите время остывания для двух моделей, температура от времени эффективна или что-то для двух уравнений состояния. Вот это. я что-то не понял. Вот когда у вас кристаллизация происходит газа, то в газе у вас ЦВ равно три вторых, а для кристалла у вас тройка. То есть у вас запас тепла больше, остывание должно идти медленнее, а у вас вроде как быстрее идет. Или я что-то не понимаю? Там сначала из-за кристаллизации идет выделение тепла, а затем просто ускоряется остывание, поскольку объект изменяется дебаевское выращивание теплоемкость из-за того, что количество мод колебаний, наступает дебаевская фаза охлаждения, количество мод колебаний. Это должно увеличивать, запас тепла увеличивается. Вначале вот выращивание от того, что кристаллизация, ну как? Это выделение тепла. А тройка уходит. А почему тройка уходит? Потому что количество подколебаний уменьшает. и холодный там запас тепла. Так, спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Я даже задавал, вы обещали исправнить. Мы не можем все данные монреальские взять, а нужно 3 килопарсек, 100 парсек сравнивать, потому что нужно ограничить. Да, но вот здесь как раз синие и зеленые это плотность для 100 парсеков и 1000 парсек, но все равно они отличаются. То есть здесь видно, что парсек чуть лучше идет. Хорошо, ладно, спасибо. Следующий доклад Николай Николаевич Чугай. Доклад называется «Космическое содержание железа». Так, 15 минут, Николай Николаевич, пожалуйста. Отлично. Эта тема на его докладе возникла и имеет некую предысторию, о которой важно сказать, потому что это золотая эпоха для сверхновых одинаков. К 69-му году многим теоретикам, которые занимались белыми карликами конечными стадиями их эволюции, стало ясно, что они могут взрываться. И Арнетт был, пожалуй, первый, кто в статье своей четкой 69-го года сказал, что при взрыве карликов должно образовывалось огромное количество никеля 56. Колгейт и Силк первыми высказали мысль о том, что распад никеля и переход его в железо через кобальт приводит к тому, что во Вселенной должно быть таких распадов много и гамма-кванты, которые при этом выделяются, они должны образовывать некий фон диффлюзм, которым можно наблюдаться. И они предположили, что содержание барионов во Вселенной солнечное и оценили яркость этого фона. Оказалось, что яркость соответствует примерно тем экспериментам по измерению фона, которые были на то время. Ну, конечно, это предположение о солнечном содержании барионов во Вселенной является неким преувеличением, наивным, скажем. В последующих работах тема гамма-фона от распада никеля интенсивно разрабатывалась в ряде работ. Здесь я их указал. И в основном они отталкивались от наблюдаемой частоты сверхнов и старались найти яркость фона, которая определена современным уровнем оценки частоты сверхнов. Эти оценки имеют огромные ошибки. на самом деле в общем здесь надо с осторожностью относиться к самим величинам яркости фона, которые определяются в этих работах. Но важно подчеркнуть, что при этом во всех этих работах фон был заметно ниже того наблюдаемого, который сейчас хорошо известен благодаря многолетнему мониторингу СММ спутников по измерению мевного фона мы знаем его яркость и в общем можем сравнивать предсказания с наблюдением. Странным образом среди этих работ не нашлось той, которая бы задала простой вопрос а можно ли использовать наблюдаемый фон для оценки максимальной максимальной максимального содержания железа во Вселенной. В принципе наверное можно и этим вопросом собственно задался я и в общем работа завершена и значит она будет опубликована. Что для этого нужно? мы задаемся неким содержанием фиксированным задержанием железа в барионном веществе современного содержания. Дальше мы должны иметь некое представление о том как распределены вклады сверхновых 1А и 2 типа производства никеля производства железа в конечном счете. При этом не используется частота вообще частота вспышек не используется только вот это соотношение только это соотношение наконец мы должны уметь сосчитать кумулятивный спектр гамма квантов от сверхновых того первого и второго типа которые имеют место скажем в системе связанной системе покоя так что называется и затем проинтегрировать эти спектры по красному смещению так чтобы получить результирующую яркость фона ну и мы должны сравнить потом результаты наших расчетов с измеряемым фоном интересно что оценку вкладов сверхновых 1А и 2 производства железа можно получить не знаю чистоты вспышек а просто глядя на эту диаграмму значит последняя версия которой опубликована Светновой и Людмилой Ивановной Машонкиной в 2018 году что это за диаграмма это отношение кислорода к железному в логарифмической шкале по сравнению с солнечным в зависимости от металличности феррукаш тоже в логарифмической шкале отношение относительно собственно что характерно для этой диаграммы что при малых металличностях отношение к феррук примерно константность на плотну а где-то в районе минус единицы оно резко заваливается и это объясняется очень простым образом что на ранней стадии в низкометалличной звезды основной вклад в синтез железа дают сверхнового второго типа потому что они образовавшись они вспыхивают практически сразу что касается сверхновых 1а то там согласно Саши Тукову и Леви Юнгельсона может иметь место задержка вспышки относительно момента образования величиной в хабловское время на самом деле есть некое распределение времен запаздывания это очень важная величина которая позволяет оценить стартуя от скорости звездообразования во вселенной к скорости вспышек светлого хадина это собственно будет дальше сделано ну и когда мы знаем функцию источника то есть мощность образования гамма-квантов на данном красном смещении вот это функция G от энергии и Z мы можем проинтегрировать ее так же как уравнение переноса без поглощения в расширяющей вселенной но здесь в данном случае уже не по длине интегрируется а по красному смещению я здесь указал что имеется ввиду под разными вещами здесь единственная вещь которая требует пояснения это это EAD функция которая собственно отражает динамику расширения значит она в общем связана с содержанием вещества и лямбда членом в данном случае рассматривается плоская вселенная естественно омега лямбда это единица минус омега вот и расписано в эраклине для источника для мощности образования производства производства никеля 56 это собственно омега к это относительный вклад сверхновых 1 или 2 к это либо сверхновые 1 либо сверхновые 2 f это доля железа 56 по отношению ко всем изотопам железа на самом деле не все железо ферру 56 и значит РО 0 это критическая плотность 1 плюс z это фактор естественно который отслеживает плотность на разных красных свечениях омега b это плотность плотность барионов относительно x это современное содержание железа которое является параметром которым мы задаем psi это нормированный темп производства я его покажу дальше она это авогадра и phi это спектр гамма квантов который вычисляется уже с учетом распространения гамма квантов в оболочке их кантоновского рассеяния и поглощения на один распад вот собственно все что нам требуется нормированный темп производства железа то есть никеля никеля 56 сверхнового второго типа это толстая жирная линия это скорость звездообразования как функция красного смещения то есть для массивных звезд это просто величина пропорциональная скоростью звезда образования две другие линии это частоты вспышек нормированные в данном случае на единицу интеграл по времени для сверхновых 1а для двух вариантов задержки их вспышки как говорится первые вспышки относительно рождения дальше поведение степенное единицы на т а вот начальная задержка которая собственно определяет момент вспышек первых сверхновых 1а относительно момента рождения это величина Тау которая в одном из вариантов работы такого инвестиционного была 100 миллионов лет в других работах принимаются иногда большие величины до до полу до полу миллиарда в данном случае вот эта сплошная тонкая линия это еще второй вариант вот зная нормированный темп производства никеля 56 тем одними и другими сверхновыми можно уже перейти к расчету спектра но для этого надо задать модель естественно модель сверхновых ну она достаточно сложна и не вполне однозначна особенно для сверхновых 1а и мы взяли простой вариант однородной оболочки со свободным разлетом v пропорционально r на t а в случае сверхнового второго типа тоже однородная оболочка но никель не однородно перемешан в оболочке а во внутренних 2,5 массах солнца и энергия взрыва для сверхновых 1а она она варьировалась от 1 и 3 десятых бета до 1 и 1 чтобы показать слабый эффект от зависимости от модели от выбора энергии в случае сверхнового второго типа мы взяли один вариант массы 13 масс с энергией 1 бета вот так выглядит спектр слева спектр в системе покоя для сверхновых 1а и сверхновых 2 это спектр выходящих гамма на один распад ну в общем если бы не было поглощения в оболочке мы бы просто увидели набор линий чистокол линий а в случае рассеяния камтоновского рассеяния гамма-плантовой оболочки их энергия сползает в сторону меньших энергий и заваливается затем спектр из-за поглощения в основном на оболочках металла ну а справа это уже спектр в системе наблюдателя с учетом интегрирования по красному смещению ну конечно формальном определении вклада сверхновых в наблюдаемый спектр это некорректная задача поэтому я пошел на такую простую хитрость я задал значит содержание ну в общем в данном случае это 15 сотых солнечного для вычисления спектра гамма сверхновых и вычел этот спектр из наблюдания значит получилась некая депрессия ямка которая выглядит крайне странно она не должна быть в случае если вклад сверхновых отсутствовал бы и она присутствует вот при таком уровне содержания железа значит возможно две интерпретации что железо гораздо меньше чем 0.15 солнечного содержания во вселенной и второй вариант что компоненты фона условились между собой образовательную депрессию там где должен быть вклад сверхновых это конечно маловероятно мы отвергаем эту возможность таким образом окончательный вывод состоит в том что содержание железа во вселенной меньше 0.15 солнечного спасибо Николай интересно для вас вопросы пожалуйста люди устали я не понял а как отношения первой сипы второго это вот надо использовать вот эту диаграмму я могу рассказать детали это просто строится выражение для современного для солнечного содержания оно определяется суммарной массой железа произведенных сверхновыми 1а плюс суммарная масса железа произведенных сверхновыми 2 разделить на такую же сумму для кислорода это и потом вы делите на массу кислорода скажем и вы получаете это выражение через отношение произведенного железа к кислороду сверхновых 2 и которое было определено как раз сетновой и мошонками оно составляет пятерка на солнечное содержание то есть кислорода по отношению к железу в сверхновых 2 давно быть примерно в 5 раз больше чем солнечное содержание дорогие коллеги продолжаем сессию поздняя стадия войны связи компактные объекты мы заслушаем два доклада в этой сессии окончание будет завтра первый доклад инстанционный это большой коллектив авторов во главе с Юрием Федоровичем Новосельцевым мониторинг нейтральных вспышек в галактике название вы уже видите вы можете начинать спасибо здравствуйте коллеги план доклада следующий вначале я сделаю краткий обзор детекторов способных регистрировать нейтринную вспышку от сверхновой затем остановлюсь на эксперименте по регистрации нейтринных вспышек на Баксанском подземном синтелляционном телескопе и в заключении скажу несколько слов о возможной связи нейтрино от сверхновой с экспериментами по поиску темной материи с момента регистрации нейтрино от сверхновой 1987 прошло 36 лет за прошедшие годы было много было создано много новых нейтринных детекторов которые в основном были нацелены на изучение параметров нейтринных осцилляций но при этом многие из них способны также регистрировать нейтринную вспышку от сверхновой в этой таблице перечислены некоторые из этих детекторов которые работают в настоящее время имеют массу мишени более 200 тонн во второй колонке указана масса мишени в тератонах в третий тип детектора и аромат нейтрино который будет регистрироваться в основном канале детектирования работает также еще несколько детекторов с меньшей массой эти детекторы могут сыграть важную роль в случае очень близкой сверхновой планируется что в этом году начнет набор данных детектор джуна с массой мишени 20 килотонн а в конце десятилетия ожидается ввод в строй детектора джун который в качестве мишени будет иметь 40 килотонн жидкого аргона что позволит регистрировать поток электронных нейтрина в отличие от этих детекторов которые в основном будут регистрировать антинетрин таким образом в настоящее время более десятка детекторов готовы измерять характеристики нейтринного потока от сверхновой недавним дополнением к набору потенциальных детекторов сверхновой стали большие детекторы темной материи эти детекторы полагаются на когерентное усиление нейтрино-ядерного сечения рассеяния и на низкий энергетический порог на этом слайде представлен рисунок из доклада Бензли на котором показаны ближайшие кандидаты в сверхновое рядом с обозначением звезды в скобках указана масса мишени масса звезды в солнечных массах и расстояние в килопарсеках как видно в радиусе около 800 парсек имеется около 30 кандидатов в сверхновое теперь об эксперименте по регистрации метрильных вспышек на Баксанском подземном сцентиляционном телескор установка расположена на эффективной глубине 850 метров водного эквивалента имеет размеры 17 на 17 на 11 метров состоит из 3180 стандартных автономных счетчиков которые расположены на 4 горизонтальных и 4 вертикальных плоскостях размер счетчика 70 на 70 на 30 сантиметров полная масса сцентилятора в этих счетчиках 330 тонн большинство событий которые Баксанский сцентиляционный телескоп будет регистрировать от взрыва сверхновой представляют собой реакции обратного бета-распада если средняя энергия антинейтрина находится в районе 14 мэв то пробег этого позитрона будет заключен как правило в объеме одного счетчика то есть отклик детектора на реакцию обратного бета-распада есть срабатывание только одного счетчика на всей установке такие события мы называем одиночные события поиск нейтренной вспышки заключается в регистрации кластера одиночных событий в некотором временном интервале ТАУ в нашем эксперименте ТАУ равно 20 секунд в качестве мишени используются три нижние горизонтальные плоскости установки которые содержат 130 тонн сцентилятора этот массив счетчика мы называем детектор Д1 из-за недостатка времени это я пропущу чтобы увеличить число детектируемых нейтренных событий мы используем те части внешних плоскостей которые имеют относительно низкий темп счет фоновых событий эти части представляют собой прямоугольные области на внешних плоскостях из которых исключены крайние ряды и столбцы этот массив счетчиков мы называем детектор Д2 он содержит 1030 счетчиков 110 тонн сцентилятора таким таким образом мы имеем два независимых детектора Д1 с массой 130 тонн и скоростью счета фоновых событий 0,02 в секунду счетчики в этом детекторе имеют порог 8 мм и детектор Д2 с массой 110 тонн скоростью фоновых событий 0,12 в секунду и порогом счетчиков 10 мм ниже приведены расчетные скорости счета событий создаваемых фоном когда в детекторе Д1 наблюдается кластер с множественностью 6 а в детекторе Д2 с множественностью 5 для конфигурации 6 6 мы получаем скорость 45 тысячных в год то есть на такие события уже нужно обращать внимание но могу сказать что за время наблюдения таких событий зарегистрировано не было на этом слайде показано представлено ожидаемое число событий в обоих детекторах для стандартных предположений о сверхновом если расстояние до сверхновой 10 филопарсек и в антинейтрино излучается 1,6 часть от полной энергии то в среднем ожидается 63 нейтринных события в предположении что нет нейтринных осцилляций если осцилляции сводятся только к мсв эффекту то это число несколько возрастает и мы получаем 71 событие для нормальной иерархии масс нейтрин и 88 для обратной иерархии в случае очень близкой сверхновой например на расстоянии 200 килопарсек полное число событий от реакции обратного быта распада будет очень большим примерно 250 тысяч поэтому в первые секунды после начала нейтринной вспышки следует ожидать 20-30 тысяч событий в секунду на этом фоне скорость триггера воксанского асцентиляционного телескопа от атмосферных меонов которая равна примерно 17 герц практически равна 0 и поэтому в течение этого события все события регистрированы в течение этого времени все события регистрированы и установки будут нейтринны время обработки события на воксанском сцентиляционном телескопе примерно одна миллисекунда поэтому мы будем регистрировать примерно тысячу событий в секунду остальные события будут потеряны подобная проблема существует и для других больших установок поэтому в случае очень близкой сверхновой важную роль могут сыграть детекторы с малой массой такие как микробон SBND и другие которые будут работать вне режима насыщения здесь приведено некое заключение по воксанскому эксперименту в качестве мишени мы используем два массива счетчика с общей массой 240 тонн мы ожидаем примерно 10 летренных событий от наиболее удаленных сверхновых в нашей голове теперь о возможной связи нейтрино сверхновой с экспериментами по поиску у вас 3 минуты спасибо уже наверное более 20 лет продолжаются эксперименты по поиску так называемых вимпов слабо взаимодействующих массивных частей эти эксперименты нацелены на диапазон масс больше 10 г ниже 10 г чувствительность экспериментов к темной материи быстро ухудшается это связано с тем что энергия отдачи ядер становится все меньше и меньше и становится ниже порога детектор поскольку до сих пор следов гимпов обнаружено не было то все большее внимание привлекают кандидаты темную материю с меньшей массой относительно недавно появились работы в которых указано на возможность детектирования темной материи с меньшими массами в частности в работах поспелого с авторами предложено использовать неизбежное существование высокоэнергичного компонента темной материи который генерируется в результате столкновений с космическими наручами эта идея была использована в работе Генцернина и других в которой рассмотрена возможность наблюдения выброса частиц темной материи усиленного взрывом сверхновой когда в галактике происходит взрыв сверхновой частицы темной материи с массой поэтка мэг и ниже могут быть разогнаны нейтрины до ригитерийских скоростей большинство ускоренных частиц темной материи прибывает на землю с задержкой во времени определяемой исключительно массой частиц для этой задержки получена вот такая формула где мхи это масса частиц а т их кинетическое имя на этом слайде представлен рисунок из той же работы Ян Цуньмина на котором показаны расчетные потоки ускоренной темной материи на земле в зависимости от времени и массы и массы частиц темной материи для случаев когда сверхновая появляется в центре галактики сплошные линии для случая сверхновой 1987 переконктируем характерной чертой особенностью этих потоков является наличие возрастающей части определение времени задержки этой части относительно мягкие вспышки позволит определить массу частиц темной материи конечно в том случае если масса находится в требуемом диапазоне спасибо за внимание спасибо большое спасибо вопрос есть вопросы по этому докладу знаете вопросов нет поэтому еще раз вас поблагодарим большое спасибо спасибо эволюция углов между осью вращения и магнитным моментом в радиопульсарах Значит, дорогие коллеги, вам предстоит прослушать несколько докладов, касающихся пульсаров, связанных с намагниченными нейтронными звездами, для которых тоже есть теория наблюдения. Но, значит, к сожалению, эти доклады здесь представлены весьма бедно. Спасибо. Спасибо. Значит, ну что такое пульсар, всем хорошо известно, это намагничена нейтронная звезда, у которой магнитный момент наклонен к оси вращения нейтронной звезды. Значит, и вот этот магнитный момент отождествляется во всех разработанных моделях с осью конуса излучения. И поэтому один раз за период вращения вот это излучение достигает удаленного наблюдателя. Значит, очевидно, что вот это значение этого угла, знание этого угла, оно очень важно для физики пульсаров, поскольку определяет структуру магнитосферы, расстояние, на котором это генерируется наблюдаемое излучение. Ну и в некоторых случаях определяет и механизмы излучения. Значит, вот в представленной работе мы вычислили значение вот этого угла, значит, для выборки более тысячи пульсаров с периодом от 1,1 до 2 секунд. Почему именно эта выборка? Значит, дело в том, что мы хотим проанализировать эволюцию этого угла, а это сильно зависит от того, какой механизм торможения нейтронной звезды. И вот для пульсаров этой выборки раньше было показано, что вот это торможение ее происходит за счет двух эффектов. Это магнито-дипольное излучение нейтронной звезды как целого и пульсарного ветра – это выброс релятивистских частиц. И два этих механизма примерно дают одинаковый вклад, поэтому мы можем взять вот это замедление вращения, скорость замедления, приравнять просто мощности магнито-дипольного излучения. Но не всю, а половинку, как я сказал. Значит, мы вычислили значение этого угла тремя методами, разработанными нами значительно раньше, и потом использовали средние значения для вот этой выборки. Ну, вот здесь показана гистограмма распределения по этим углам. Ну, значит, можно сказать, что она достаточно широкая, если представлять ее гаусяной. Ну, значит, вот где-то 25, вот эта, значит, дисперсия съехала здесь налево, а для широкого, так сказать, для большого числа этих объектов углы заключены примерно от 20 до 45 градусов. Значит, вот мы померили эти бета, оценили, не померили, а вычислили. Значит, дальше нам надо возраст пульсара оценить. Наиболее распространен в литературе так называемый характеристический возраст, когда период современный делится на производную его, ну, и, значит, оценивается вот этот возраст. Но при этом предполагается, что вот этот период, значит, в числителе должно быть на самом деле p минус p0. Вот при такой записи предполагается, что p0 очень маленький, значит, ну, здесь он полагается равным нулю. Значит, ясно, что этот характеристический возраст будет верхняя оценка настоящего возраста. Более близким к реальному возрасту можно считать кинематический возраст, который определяется по удалению пульсара от плоскости галактики, по времени удаления. Значит, это z-координаты, деленные на его скорость. Предполагается при этом, что все пульсары образуются в плоскости галактики. Чтобы это было близко, так сказать, к действительности, мы отсюда исключаем все пульсары, которые находятся в шаровых скоплениях, то есть в физической составляющей. Значит, нами, кроме всего прочего, это как by-product, значит, получена вот такая корреляция между характеристическим возрастом и кинематическим. Ну, действительно видно, что для подавляющего большинства пульсаров характеристический возраст выше, больше, чем кинематический, а для некоторых значительно больше на порядке. Вот здесь вот эта сиреневая, значит, прямая, это метод на меньших квадратах во всех массивах, вписанная вот в этот массив. И, соответственно, вот эта зависимость эмпирическая, она очень может быть полезна для дальнейших статистических работ. Почему? Потому что в каталогах дается только характеристический возраст, который, как я сказал, к реальному возрасту пульсара может иметь весьма удаленное значение. Поэтому из него можно вот по этой корреляции, вот есть, так сказать, уравнение этой прямой, и можно использовать в дальнейшем ее для разного рода статистических работ. Ну, здесь мы этим тоже воспользовались. Вот мы здесь приводим зависимость этого вычисленного нами угла от кинематического возраста. Здесь, я не знаю, насколько там хорошо видно, сиреневая линия – это то, что дает метод на меньших квадратах, вот вписывание в этот самый массив. Здесь, значит, еще для сравнения приведена пунктиром зависимость, которая использовалась на начальных этапах исследования пульсаров, предполагавшая, что этот угол меняется экспоненциально, уменьшается. Вот, значит, вот так. А синий – это, так, это, значит, уравнение нашей прямой. Мы видим, значит, наклон здесь минус 0,59. Вот, а на предыдущие вот это, значит, то, что там была синяя кривая, это получено из магнитно-гидрономических расчетов Филипповым с авторами, которые предсказывало падение как корень из периода, корень из возраста. То есть мы видим, что она достаточно близко, но вот, значит, то, что получается по нашим данным, значит, не 0,5, а 0,59 там с ошибками. Вот, здесь, ну, мы видим, что со временем вот этот угол уменьшается, то есть пульсар, значит, с некого наклона приближается к соосному ротатору. Вот эти оси сближаются. Это вот то, что получено по нашим данным. Значит, вот эти возрасты, они, значит, где-то там начинаются примерно сотен тысяч, миллионы лет кинематические. Значит, а что до этого? До этого мы используем данные для остатков сверхновых, для пульсаров, которые в данный момент находятся в остатках сверхновых. Ну, как известно, сверхновые, значит, рассеиваются в среде за время меньше ста тысяч лет. И поэтому пульсары, которые находятся там, значит, они вот и могут служить показателем того, насколько угол меняется вот в этих на ранних стадиях. Ну, вот здесь ясно, что и выборка маленькая. И, значит, для некоторых, прошу, закончим. Значит, нету параметров, которые позволяют вот эти углы оценить. Но, тем не менее, что имеем, то имеем. Значит, вот есть значение этого угла для пульсаров сверхновых. И для них, значит, зависимости мы не видим ни глазом, так сказать, ни формально. Коэффициент корреляции там всего 0,05 и вероятность случайного распределения близка к 0,9. Ну, вот отсюда следует, что за время нахождения в остатках сверхновых, то есть на ранних стадиях своей жизни, у пульсара этот угол не меняется. А вот заметные изменения начинаются уже при возрастах значительно больше 10 в пятые лет. Ну, выводы, значит, я уже не буду зачитывать. Я о них сказал во время доклада. Вот эта работа опубликована недавно. Значит, все детали можно в этой работе посмотреть. Спасибо. Спасибо. Все понятно, да? Спасибо. Игорь Кириллович, вот все-таки вот формула 1, которую вы используете, так сказать, основная. Вот как, так сказать, нас пытаются научить наши коллеги, которые делают численные расчеты, уже не просто МГД, а даже там, значит, с учетом плазменных эффектов. У них получается, что там единичка должна стоять, то есть единичка плюс уже какая-то квадратичная функция угла. Это единичка, это единичка плюс К на синус квадрат, это скорость потери углового момента пропорционально. Вот это не угол меняется. Нет, я не про угол, я же формула 1, которую вы показали. Это же не магнитодипольное излучение, а что-то другое, понимаете? Значит, мы, магнит, я уже, значит, наверное, не четко сказал, вот для этих пульсов, мы берем половину потери углового момента, связываем его с магнитодипольным излучением, а вторая половина связана с токовыми потерями, с релятивистским ветром и так далее. Вот, относительно численных расчетов, я хочу сказать. Здесь вот вчера Дмитрий Дмитриевич Соколов указал на то, что даже для Солнца нет хорошей модели, так сказать, структуры магнитных полей. Вот, что касается пульсаров, то для них вот эта структура магнитосферы описывается еще хуже в настоящий момент. Хорошо, то есть вы гипотезу приняли. Спасибо, я ответ получил. Спасибо большое. Нет, больше вопросов. Нет, больше вопросов. А, Татьяна Александровна, только надо выяснить, тогда да. У меня даже не только вопрос, только за ней вопрос один. Вы знаете что-нибудь о существовании радиопульсаров среди нормальных звезд? Что у нас среди нормальных? Да, среди нормальных звезд. Сейчас, сейчас, секунду. Нет, есть не среди нормальных звезд, а в двойных системах, где компаньон нормальная звезда. Такие радиопульсары есть. Значит, мы в своих работах, ну вот в последних, мы, значит, я сказал, исключаем пульсары в шаровых скоплениях и в двойных системах, поскольку там влияние на угол, на магнитные поля, на эволюцию может оказывать существенное влияние компаньон. Я вам хочу сказать, что есть, по крайней мере, один точный радиопульсар. Это звезда, ну как нормально, она популярная, звезда, с которой я вообще свою научную... Одиночная? Одиночная. Да. Саупиршенис, магнитная, у нее известно магнитное поле, ну более или менее топология магнитного поля, угол наклона, ну очень большой, угол наклона оси вращения. У нее наблюдается, начиная с определенного замедления вращения у этой звезды, и она, так сказать, я думаю, что... Сейчас излучение... Радиопульсар. Стоп-стоп, излучение импульсное? Да, ну такие, из района магнитных полюсов, насколько я понимаю, там. С какой часовой? Ой, да сейчас я не помню. Хорошо, давайте... Нет, период у самой звезды вращения полдня, 0,52 суток, но тем не менее, это радиопульсар... Хорошо, начиная в кулуарах, и вы мне расскажите потом, спасибо. Есть еще вопросы, комментарии? Нет, спасибо большое. Так, ну, а сейчас мы переходим в очень сложное средство и к обсуждению сендровых докладов. То есть у нас 20 гостей сендровых докладов. Из них часть будет представлена станционно, а вот сначала мы послушаем тех авторов, которые присутствуют в сале. 16 человек сдали свои презентации, и вот Егор Олегович сделал один файл, поэтому мы, по крайней мере, не будем тратить время все время на перезагрузку этих презентаций. Но я прошу мобилизоваться об этом максимально, за три минуты рассказать о своих основных результатах. Ну, конечно, постеры вы решили давно, и, наверное, все, кто хотел, посмотрел, и поэтому воспринимать будет легче. Значит, для экономии времени я не буду название докладов произносить, только первую фамилию, и буду говорить, кому приготовится кто следующий. Итак, мы начинаем. У нас первым начинает студент третьего курса ГАЭШ, Тарасенков Александр. Пожалуйста, вы говорите о подготовке ЦАГЕЕВАНИ. Уважаемые коллеги, изучалась звезда В-17-94 лебедя, переменная типа ФКОМ. Это одиночный желтый гигант, характеризующийся аномально коротким периодом вращения, менее трех с половиной суток. На поверхности звезды присутствуют темные и холодные пятна большой площади. В группе ФКОМ надежно известно всего три звезды, и их авиационный статус пока не выяснен. По одной из версий, подобные объекты могли образоваться в результате слияния компонентов контактной двойной системы. Мы исследовали циклы активности данной звезды. Были собраны все доступные из литературных источников измерения блеска этой звезды в поясе В. Также были проведены измерения фотопластинок из архива ГАИШ. Фотопластинки серии С и Т хорошо воспроизводят стандартную фотометрическую полосу В. Поэтому результаты всех измерений были объединены. И получен единый ряд наблюдений, охватывающий уникальный по длительности период с 1898 по 2016 год. То есть более 118 лет. Периодограммный анализ полученного массива данных позволил предположить наличие у звезды ряда циклов активности. Их длительность составила 5,5 лет, около 16,5 лет, около 25 и около 60 лет. Также был подтвержден период активности звезды длительностью около 9 лет. Благодарю за внимание. Спасибо. Всем здравствуйте. Меня зовут Агеева Екатерина. Я студентка в ГАИШе и параллельно сотрудник Иннасана, мой руководитель Светнова Татьяна Михайловна. Исследование посвящено определению параметров атмосферы химического состава звезд с ультронизкой металличностью. Такие звезды обнаруживаются в галактике с металличностью меньше, чем минус 4 и принадлежат галло-млечному пути. Они низкомассивные, маломассивные, с массой около 0,08 масс Солнца. Также известно, что Вселенная изначально была низкометаллична, со временем ее металличность увеличивается. Поэтому можно сделать вывод, что эти звезды старые с возрастом 12-13 миллиардов лет и образовались из облаков газа, которые успели обогатиться продуктами эволюции самых первых вспышек сверхновых. В работе были определены параметры атмосфер для 17 звезд с низкой металличностью, эффективной температурой, силой тяжести, микротурбулентной скорость. Для трех звезд определен не ЛТР химический состав на данный момент. Не ЛТР это важно, потому что в таких звездах мало металлов, значит низкая электронная концентрация, большой поток в ультрафиолете, что увеличивает роль не ЛТР эффектов. На слайде я показала особенности химического состава двух звезд, причем для звезды справа определен верхний предел для металличности минус 7 и 1. Также проведена аппроксимация химического состава звезд с помощью программы StarFit, единичной вспышкой сверхновой. Аппроксимирующие звезды предшественники оказались массивные звезды, что еще раз доказывает большой возраст исследуемых звезд. Также на картинке справа показаны элементные отношения – это звезды ГАЛО с определенным не ЛТР химическим составом с более высокой металличностью. Продление статистики в область ультранизкой металличности позволит проследить химическую эволюцию галактики во времени, также определить степень перемешивания вещества, из которого исследуемые звезды образовались. Спасибо за внимание. Так, ну, нами исследованы, группы авторов исследовали просто 20 красных гигантов. Это на самом деле фонари, Арктор, Альдебаран, Альдегидрель. Идея была какая? У них, ну, у этих звезд, у 20, есть, на удивление, магнитные поля. Например, вот там у двух, а у Андромеды и у Экайридан, у них вообще эти магнитные поля, там 50 гаусс и под 100 гаусс. У остальных порядка единиц. Ну, была бы идея, где соотличаются ли химсостав у этих звезд от звезд без магнитных полей. В общем-то, экономия времени, могу сказать, ничем оно не отличается, и почему у них есть эти магнитные поля, совершенно непонятно. Кроме всего, что достаточно, ну, вдобавок, там из 20 звезд у 16 вполне хорошо виден литий с содержанием от 0,6 до 1,2. То есть, опять-таки, тоже и все они показывают, ну, по соотношению С12-С13 и по недостатку углерода и избытку азота, показывают, что они претерпели первое перемешивание, что у них уже вынесено на поверхность. То есть, литий не должно быть, а он есть. Ну, дальше это, в общем-то, некоторые диаграммы, которые показывают их эволюционный статус. При этом вот с верхными кружками это звезды без магнитных полей, темные кружки с магнитными полями, они образуют общую последовательность, ничем не выделяют. При этом, ну, по таким вот диаграммам можно, опять-таки, определять изначальную скорость вращения, ну, точнее, соотношение скорости вращения, изначальную скорость вращения, критической. Также была получена сумма, цену, в общем-то, определили содержание редкоземельных элементов, все они образуют, ну, сумма их образует более-менее такую стандартную последовательность. Сильно выделяется Арктур, который показывает колоссальный разброс между содержаниями и, собственно говоря, нулевое соотношение с железом. Как это объяснять, совершенно непонятно. Им нужно заниматься отдельно. Возможно, у меня есть подозрение, что он вообще двойной. Порядка единички. Спасибо большое. Так, тогда у нас в следующих минутах подготовлюсь к самому. В данной работе была исследована атмосфера звезды Нюцети. Из литературы известно, что данная звезда является гигантом с усиленными линиями металлов, температурой примерно 7200 кильвинов. Также гигант является переменой типа дельта-счета. Мы нашли в архивах спектр, полученный на спектрометре ЛАДИ. Также получили полириметрические измерения на ОЗСП. На БТА нами была построена орбита. Звезда является двойной. Отношение освещенностей, создаваемых компонентами системы, равно примерно 15. Мы видим в спектре вклад только главные компоненты системы, вклад вторичных компонентов пренебрежим и мало. По двум спектрам мы построили две модели атмосферы. Первый по совместному анализу спектра, второй только по спектру с ЛАДИ. Температура для первой модели 7060 кильвинов, для второй 7210 кильвинов. По полириметрическим данным мы установили, что поле когерентное продольное не превышает 100 гаусс. Мы исследовали химический состав звезды. Он является в пределах 0,3 декс нормальным. Аномалии в химическом составе не обнаружено. Приближенный учет НИЛТР-поправок качественная картина не меняет. Указано положение звезды на диаграмме Герцунга-Рассела. Видно, что звезда заканчивает свою эволюцию на главной последовательности, не относится к классу гигантов и лезет на пересечении диаграмм нестабильности переменных типа дельта-счета и гамма-дорадо. Мы привлекли фотометрические данные ТЭС. Определили период и амплитуду пульсаций. Период в полдня характерен для пульсаторов типа гамма-дорадо. То есть, итог. Звезда была изначально неправильно классифицирована. Гигант с усиленными линиями металлов, пульсирующей в П-модах. Оказалось, что эта звезда принадлежит главной последовательности. Аномалии. Аномалии в химическом составе не обладает. И пульсирует гравитационных модов. Является переменой типа гамма-золотой рыбы. Спасибо. Возвращаемся к пульсарам. Как я уже сказал сегодня, мы используем модель магнито-дипольного торможения. Не мы, а используют все. То, что Константин Александрович сказал нам про различного рода вычисления и учет роли плазменных эффектов, токовых и так далее. Значит, работа такие есть, ведутся. Много численных расчетов. Но никто не удосужился построить, значит, составить каталог магнитных полей, которые следуют вот из этих уточненных, так скажем, механизмов торможения. Поэтому мы используем то, что входит вот в этот австралийский каталог, где указаны магнитные поля, полученные именно вот из предположения о том, что торможение происходит магнитно-дипольным механизмом. Больше того, значит, смысл вот этой работы. Если вы увидите, здесь вот входит вот синус квадрат бета, это вот того самого угла, о котором я недавно говорил. Значит, в каталоге, не что же сумняшись, синус бета полагается константой для всех пульсаров и, больше того, равным единице. То есть, вот здесь берется вот это значение магнитного поля без синуса бета. Значит, это единичка. Тогда, если мы знаем угловую скорость вращения и ее производную, мы оцениваем магнитное поле. Значит, в этой работе мы вот сами вычислили вот эти углы и, соответственно, уточнили значение магнитных полей, которые подкорректировали магнитные поля вот из этого ТНФ-каталога. Они вот здесь B со звездочкой. Ну, мы видим, что в зависимости от кинематического возраста, о котором тоже я уже говорил, значит, магнитное поле со временем уменьшается, причем характерное время уменьшения где-то, значит, вот порядка миллиона лет. Уменьшение в два раза. То же самое мы можем посмотреть вот на гистограммах, которые мы построим для молодых пульсаров меньше миллиона лет и больше миллиона. Ну, вот здесь можно видеть, что вот это в два раза меньше среднее значение угла для более старых пульсаров. Спасибо. Спасибо. Проготовите Соловьеву. Добрый день. Я скажу несколько слов о моделировании методом синтеза кривых блеска для тесных двойных систем со звездами Вольф-Рае. Эта задача стала особенно актуальна в связи с открытием в последнее время тесных двойных систем, в которые входят звезды Вольф-Рае, очень высоких масс, больше 70-80 масс Солнца. Получение параметров таких звезд очень интересно. Ранее мы уже предложили модель двойной системы со звездным ветром вокруг одного компонента. Надо сказать, что кривые блеска этих систем обычно в упрощенной модели интерпретируются. Это либо модель велосипедовины со звездами, с тонкими атмосферами, либо иногда водится вокруг одной звезды оболочка, которая равномерно расширяется. Но известно, что для горячих звезд ветра движутся неравномерно. Вот мы тогда сделали модель, в которой можно использовать разные законы расширения. Мы использовали бета-закон общепринятый для скорости звездного ветра. Эта модель была успешно опробирована. Полученные параметры компонентов, например, двойной системы Вольф-Рай-22 определены массой 56 и 21 масс Солнца. А сейчас мы предлагаем модель, обобщенную, в которой можно учитывать ветра для обоих компонентов. Здесь приведены результаты моделирования для двух моделей. Слева модель 1. Это тесная двойная система с компонентами, глубоко погруженными внутрь полости рожа, компоненты идентичные на круговой орбите. Варьируя параметры звездного ветра, можно посмотреть, как изменяется вид кривой блеска. Вот верхняя панель показывает, как изменяется кривая блеска в зависимости от варьирования скорости потери массы. Верхняя черная линия – это модель, когда ветра не учитываются. Потом начинается для обеих компонентов появляться звездный ветер, и в зависимости от темпа потери массы, вот эти цветные кривые показывают, что глубина и ширина минимумов изменяются очень существенно. Аналогично изменяются глубины минимумов от варьирования скорости звездного ветра на расстоянии и от параметра бета в законе скорости звездного ветра. Справа показаны результаты для модели номер 2. Это цветная двойная система на эллиптической орбите, и компоненты здесь уже имеют приливную искаженную форму. Сверху изобрана теоретическая кривая блеска без ветров для двух компонентов. Средняя панель – это кривая блеска, когда вокруг одной компоненты появляется звездный ветер, и нижняя кривая – это имеется два звездных ветра. Мы видим, что изменения очень существенны, и таким образом можно сделать вывод, что интерпретировать кривые блеска со звездами Вольфа-Райо надо обязательно с учетом звездных ветров, потому что нужно получать корректные значения наклонения орбиты, масс звезд, температур и их радиусов. Спасибо. Я напомню, что наша группа занимается поиском Эльбиви-звезд в галактиках местного объема, и в данной работе мы представляем результаты поиска в галактике NGC891, который находится приблизительно на расстоянии 10 мегапарсек. И в этой галактике мы обнаружили один интересный объект, который мы классифицировали пока что как Эльбиви-кандидат. У этой звезды обнаружена переменность блеска в полосе В более чем водно-звездную величину. Здесь показана кривая блеска по новым данным специальной астрофизической обсерватории, и по архивным данным некоторых наземных телескопов и космического телескопа имени Хаббла. У этой звезды спектр, как можно заметить, если вы были на моем устном докладе, также похож на спектры холодных Эльбиви. Здесь присутствуют, доминируют линии железа-2, в том числе и запрещенные. У некоторых из этих линий наблюдаются профили типа лебедя. И возможно, кстати, у этой звезды есть и спектральные переменцы, однако у нас спектр сняты при разных сиингах, и это требует более тщательного изучения. И также мы у этой звезды обнаружили тоже особенность, которая обычно наблюдается у Эльбиви-звезд, у изученных. Это зависимость от изменения цвета, это изменение блеска в соответствующих полосах, которое отражает повышение температуры фотосферы при падении ее блеска. Перейду сразу к следующему. Ультраяркий венгенский источник М74Х1 известен своими необычными квазипериодическими вспышками с периодом около двух часов. При этом в оптическом диапазоне объект практически не исследовался и даже не был утождествлен. И мы провели относительную астрометрию с использованием опорного источника. По архивным данным двух наблюдений рентгенской обсерватории Чандра и космического телескопа имени Хаббла 2013 года, в результате чего отождествили М74Х1 со слабым звездообразным источником. И итоговая точность определения положения этого объекта на оптических соображениях составила чуть пуже одной десятой секунды. И вот здесь как раз кружками на верхнем рисунке показаны эти самые ошибки. Фотометрия по данным ХСТ с 2003 по 2021 годы показала нетипичное для остальных ультриарких рентгеновских источников линейное падение блеска со временем. При этом поведение объекта в рентгенском диапазоне несколько иное. В наблюдениях с 2001 по 2003 год Х1 имел наименьшую усредненную по времени наблюдение светимость около 5 на 10 38 аэрксекунду. При этом он в 2013 году уже был в максимуме блеска в максимуме светимости около 5 на 10 39 аэрксекунду и примерно вглой ослабел к 2021 году. Таким образом оптическая переменность по видео не связана с активностью источника в рентгенском диапазоне. Кроме того в наблюдениях 2021 года также уменьшилась техническая переменность на частотах ниже 10 минус 3 герц, что хорошо видно на рисунке со спектром мощности и пропал уже упомянутый пасть период. Ну и также форма энергетических спектров тоже изменилась. Причина подобного поведения М74Х1 пока не ясна и требуются дальнейшие исследования. Но при этом есть некоторые предположения. В частности линейное уменьшение оптического блеска в течение двух десятилетий может быть связано с высвечиванием энергии ударной волны сверхновой, которая не регистрировалась ранее, которая произошла раньше 90-х годов ну или там сильно даже раньше. Или же со вспышкой наподобие той, которая наблюдалась у ультраяркого рентгенского пульсара NGC-300 ULX1 в 2010 году. При этом высокие рентгенские светимости могут обеспечиваться сверх- или около единклановской аккреции на компактный объект двойной системе, который мог образоваться всего несколько десятилетий назад, если оптическая переменность является следствием вспышки недавно сверхновой. Ну и следующий Добрый день. Хотелось бы для начала привести некоторые обоснования, которые побудили нас к расчету большого количества модельных атмосфер. Как известно, звездные ветра далеки от локального термодинамического равновесия. На это влияют многие факторы, например, средняя интенсивность визущее континума ветра и так далее. современные коды, которые позволяют рассчитывать сложные, полные не ЛТР модели ветров с учетом покровного эффекта, рассчитывают модели в среднем от одного до нескольких часов. Для облегчения нам подбора моделей мы решили рассчитать сразу много моделей и, естественно, потом применять разные статистические методы для того, чтобы определять параметры наших объектов. Вот здесь, для примера, я просто привел несколько моделей сетки с разными темпами теремасс, но при фиксированной температуре внутри звезды. Здесь ничего особенного, но я, допустим, обращу внимание на такую особенность, как бальмарский скачок в эмиссии, как это часто наблюдается в ЛБВ с темпами потери массы порядка 10 минут четвертой и так далее. Определение параметров особенно для холодных ЛБВ, а мы в основном занимаемся именно ЛБВ звездами, но другими тоже в целом. Это нетривиальная задача достаточно, потому что для звезд ниже 20 кк, часто в спектре нет достаточной информации для какого-то однозначного определения, поэтому мы предложили метод построения диаграммы эквивалентных ширин с разными линиями, это и гелий, и водород, и кремни, и железо. В дальнейшем мы планируем для не только количественного, но и качественного описания спектров, для проверки более точной подборки и проверки моделей. мы собираемся использовать обученные по нашим модельным данным сверточные нейронные сетки для каких-то генераций уже искусственных наших модельных-модельных спектров для более точного определения параметра с учета формы спектра, то есть не только эквивалентных ширин. Вот, но я, кстати, еще добавлю по тому, что эти сетки также могут быть использованы, здесь спрашивали про определение масс, определение масс для звезд таких проблемно, но иметь такие сетки модели это первый шаг к полным газодинамическим моделям, потому что мы можем посчитать полное давление и излучение и мы знаем, можем сразу посчитать, до какой скорости у нас может разогнаться ветер для данной мсточкой. И сразу, вот еще, хотел бы сразу привести одну диаграмму для какого-то такого необычного применения. Фабрика в 2015 году показала, что ветра, спектры, оптические спектры ультраэкономических источников очень похожи, сложи со звездами, ну, ветра, вернее их, и, возможно, у них очень близкая природа, поэтому решили как бы опробовать наши диаграммы, в принципе, и на них. Сейчас я пару слов буквально, вот, единственное отличие наших этих моделей мы специально рассчитали и для моделей объектов со сверхоптическим диском, единственное, что у нас ветер уже был максимально разогнут на расстоянии фотосферы, но это связано с тем, что радиосферизация порядка 10 в 8, 10 в 9, а фотосфера там 10 в 11. Вот, и как оказалось, только два объекта попадало на диаграмму, а все остальные, ну, попали, не попали, они все обладали слишком маленькими, коленными ширинами, что, возможно, указывает на мощный источник континентального излучения в виде прогрева или звезды донора. Ну, вообще, о природе оптических спектров ультраэкономических источников это уже за пределами данного постера, но я могу, что обсудить потом. Да, вот у нас есть разные модели, в том числе 2D модели, мы пробовали и прогревали донор, ветер донора, ну, в общем, там есть что обсудить, наши успехи и неуспехи. Вот все. Спасибо. Здравствуйте. Тема моего доклада исследования поляра данного. Ну, если кого вчера не было, то поляры это магнитные катаклизмические перемены, которые представляют из себя тесные двойные системы, состоящие из белого карлика и коричневого или красного карлика. В данных системах реализуется колонковый тип аккреции из-за высокого и сильного магнитного поля белого карлика. В данном исследовании используют спектры, полученные на БТА, в высоком состоянии темпов аккреции поляра и в низком. Далее мы определили орбитальный период данной системы и измерили кривые лучевых скоростей и измерили лучевые скорости по линиям гелий 2, 46, 86 и линии H-BETA. Здесь красными линиями представлено измерение за 2016 год, то есть в низком состоянии, и черными в 2013 в низком состоянии. Видно, что у нас форма кривой блеска не изменилась, то есть у нас нет смещения аккреционных структур, но мы видим, что кривая лучевых скоростей не симметрична. Это связано с тем, что у нас эмиссии формируется в нескольких областях, то есть это и в горячем пятне вблизи белого калика и в аккреционных струях. То есть определить амплитуду лучевых скоростей и сказать, что она относится конкретно к какой-то области нельзя и соответственно оценить массы системы тоже нельзя. Далее мы провели фотометрию по данным ЦС-1000. С 2012 по 2015 год также видно по ним уменьшение блеска, то есть также подтверждается, что система переходила в более низкое состояние, никаких затмений не наблюдается у данной системы, но есть заметные изменения, которые скорее всего обусловлены видимостью то одного горячего пятна вблизи полюса белого калика, то другого на другом полюсе. Это же подтверждается и наблюдениями, поляризационными наблюдениями там обнаружилась смена знака поляризации. и для наглядности мы провели картирование поверхности белого калика методом регулизации функции Тихонова с параметром регулизации такого и таким и полна плана оси вращения белого калика. Это чисто наглядная такая картинка. И можно сказать, что данный поляр, может быть, по нему нельзя определить, его фундаментальные параметры массы и радиус, но он интересен в плане изучения магнитного поля белого калика, потому что у него редкость, когда наблюдается двухпольсная креция и кроме того, этот объект достаточно яркий и для него можно получить качественные спектры для моделирования циклатронных гармоний. Спасибо. Здравствуйте. Наша работа посвящена исследованию методов определения фундаментальных параметров катаклизмических переменных вблизи предельного периода. Это важно, потому что есть некоторые проблемы с теорией эволюции двойных систем. В частности, теория предсказывает, что практически 70-80% всех катаклизмических перемен должна была пройти этот минимальный период, но мы этого не наблюдаем достаточного количества систем. Для того, чтобы определять параметры с хорошей точностью и уточнять теорию эволюции, нам нужны хорошие методы определения таких параметров. Вот мы их исследовали. На примере карликовой новой 455-ой андромеды это карликовая новая, дисковая аккреция, все понятно. Первое, что мы решили сделать, это промоделировать спектр белого карлика в системе. Делается это рассчитываем синтетические спектры. Мы это сделали при помощи комплекса тласти, рассчитали сетку модели атмосферы видите в каком диапазоне, вырезали эмиссии от аккреционного диска, у нас остался спектр белого карлика. Применили статистику хи-квадрат и уже по ней можно в принципе видеть, что метод дает ровным счетом практически ничего. Мы пошли дальше, решили оценить ошибки определения параметров атмосферы белого карлика методом Монте-Карло и по температуре в принципе это нормально, а вот по логарифму уже мы сейчас в следующем слайде обсудим, что это дает. На красными вот этими красными крестиками показаны ошибки метода Монте-Карло. Доверительный интервал метода хи-квадрат он показан вот большим овалом. Ну, то есть вы понимаете, что не очень хороший метод, но мы сейчас обсудим, что именно нехорошего. Другой метод, который дал более оптимистичный результат, это измерение лучевых скоростей белого карлика. Дело в том, что в таких системах очень трудно мерить параметры и очень трудно мерить вообще какие-либо параметры. Одна из таких проблем это маленькие лучевые скорости белого карлика в таких системах и измерение, например, по кривому скоростей это стандартный метод для таких систем. Вы видите, что практически ничего нельзя определить. Более того, разброс по скоростям он довольно-таки большой. То есть скорость белого карлика она просто тонет в этом. Мы предприняли, решили использовать метод доптеровской томографии, он удобен тем, что томограмма строится таким образом, что центр аккоррекционного диска на томограмме центрируется на лучевую скорость белого карлика. На центр масс, на скорость центра масс белого карлика. Таким образом, если мы с вами аппроксимируем на томограмме вот этот аккоррекционный диск, определим положение центра этого диска, исключая вклад горячего пятна, это одна из проблем определения параметров этой системы, то мы сможем более корректным образом определить скорости белого карлика. Мы измерили, построили томограмму в наиболее интенсивных линиях в Наблюдаемом спектре, получили хорошую оценку, которая согласуется с предыдущими авторами. Есть небольшие проблемы, конечно, с оценкой ошибки, но это просто говорит о том, что нам нужно больше линий. Какие обсуждения? Такая ошибка по логарифму уже дает ошибку по массе белого карлика в 0,5. То есть мы получили массу по соотношению массы радиуса Новенберга 0,6, 0,6 плюс-минус 0,5. Делаем вывод, параметры не определяются для данных наблюдений с данной точностью данным методом. Поэтому у нас есть надежда на то, чтобы промоделировать спектральное распределение в более широком диапазоне. А метод облеровской томографии показал себя очень хорошо, зарекомендовал, поэтому рекомендуем. Спасибо. Здравствуйте. Наша работа была посвящена исследование звезды высокой светимости, расположенной в галактике NGC 2403 на расстоянии 3,2 мегапарсека. Звезда была ранее отобрана сотрудниками лаборатории физики звезд как возможный кандидат по любви звезды на основании высокой светимости и избытка фильтра Ашальфа, который характерен для звезд с течением в виде звездного ветра. Звезда была исследована фотометрически и спектрально. Фотометрические данные были получены на земном телескопе БТА и ЦС-1000, также были использованы архивные данные, полученные на космических телескопах Хаббл и Спитцер. Из фотометрических данных было получено, что звезда обладает незначительной фотометрической переменностью всего лишь на уровне 0,2-х звездных величин в фильтре В. Также с фотометрией была получена оценка балометрической светимости, которая составила в логарифмической шкале 5,4 и была получена начальная масса 23 масс Солнца. Оценки эффективной температуры фотосферы составили порядка 10 000 Кельвин. Также с фотометрией и специальное распределение энергии, которое вы видите на слайде, было получено, что у звезды есть слабый инфракрасный избыток в ближнем ИК-диапазоне, который, вероятнее всего, связан с тем, что звезда окружена газополевой оболочкой. Спектральные данные были получены на 6-м метровом телескопе БЭТА в период с 2013 по 2021 года. Оптический спектр демонстрирует множество разрешенных линий ФЕРУМ-2, а также линии кислорода запрещенные и линии ионизованного кальция, также запрещенные. Измерения эквивалентных ширины и полной ширины на полувысоте в период с 2014 по 2021 года показали наличие слабой спектральной переменности, вероятнее всего связанной с тем, что звезда расположена в двойной системе. Звезда расположена на краю крупного комплекса звездообразования размерами примерно 170 фарсек. В состав этого скопления по анализам спектра входят звезды Вольфа-Райе, для которых существует теоретическая зависимость, которая связывает между собой возраст и эквивалентную ширину. Таким образом, оценка возраста скопления, которое, скорее всего, принадлежит наша звезда, составила 5 миллионов лет. Также оценка возраста была сделана независимо, также в рамках этого исследования, по анализу изохром. Со звездой и скоплением также связана туманность. Для нее были сделаны оценки электронной температуры, порядка 8500 кельвин, и электронной концентрации, порядка 100 частиц на кубический сантиметр. По предварительным данным, звезда была отфиксирована как бы Есвергигант, по наличию как раз-таки этой слабосвектральной переменности и характерна для ЕСвергигантом эмиссионных линий. Спасибо большое. Так, друзья, сейчас я представлю, так сказать, доклад, как он там, следующий. Доклад, который, вообще говоря, должен представлять мой аспирант Аид Витальевич, так сказать, но он сейчас в данный момент находится, занимается в АНКР, прямо сейчас там защищается и так далее, поэтому я. Вот, значит, еще раз, эта работа, вот, связана, так сказать, с некоторой частью его диссертационной работы будущей, она связана с исследованием Адмика поля белой карты. Для этой цели, в том числе для этой цели, мы построили, нами был построен полириметр, широкополосный полириметр, по классической схеме, где-то год-четыре тому назад. Вот, и когда он был создан, у нас возникла проблема его исследования, как обычно исследуются, так сказать, инструменты. Наблетаются стандартные звезды, для этого существуют каталоги стандартных звезд, стандартов. Вот, и в этом смысле, вот, если речь идет о линейной поляризации, то такие стандарты, как бы, известны, широко там проблем нет. А вот, что касается исследований круговой поляризации, то стандартов круговой поляризации нет вообще. Есть только некоторые, так сказать, соображения по поводу относительно наблюдения неких звезд, которые, может быть, показывают, там, на длительных шкафах времени, так сказать, как бы, постоянную круговую поляризацию. И вот магнитные белые карлики с полями от нескольких десятков мегагаусс и далее, так сказать, до гигагаусса, вот, являются одними из таких объектов. Поэтому, начиная, так сказать, эту работу, наблюдая вот эти объекты, мы преследуем две цели. Во-первых, проверить поляриметр, и, во-вторых, так сказать, посмотреть, вообще меняются, так сказать, поля или нет. Вот эта задача является достаточно фундаментальной. Вот, и мы выбрали несколько объектов. Вот два из этих объектов нарисованы здесь. Я читать не буду, вы их прям прочитайте сами. Вот, которые наблюдались там на шкале давно уже, там, 30, там, 50 лет тому назад. Вот мы их пронаблюдали, так сказать, и показали, так сказать, что все результаты наших наблюдений согласуются, так сказать, с предыдущими, которые были получены там десятки лет тому назад. И эти результаты говорят в пользу того, что магнитные поля белых карликов не изменяются на временах порядка 100 лет, что на самом деле является тоже достаточно интересной проблемой для изучения. То есть на Солнце мы знаем, так сказать, там все меняется, довольно тут нет, все жестко. Вот, и, значит, вот здесь приведен один из характерных примеров, так сказать, нашего исследования. Значит, вот тут изменение круговой поляризации одного из таких объектов с фазой вращения, то есть, как бы, круговая поляризация меняется, потому что геометрия магнитного поля, она, как бы, мы наблюдаем вращательно-модулированную, так сказать, как бы. Вот. Здесь собраны наблюдения за последние 50 лет, как видите, так сказать, они все полностью укладываются и являются основным результатом нашего исследования. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Представляю ряд новых переменных звезд, обнаруженных в рамках программы исследования переменных звезд в избранных площадках. Эта программа реализуется на обсерватории Астротелл-Кавказ, ныне несуществующий, вот, а сейчас она продолжается на обсерватории КГО, ГАИШ-МГУ, где в 4-м павильоне с разрешения руководства института удалось поставить телескоп и запустить его для работы в удаленном режиме. Вот. Здесь представляю ряд звезд пульсирующих, вот, типа, дельта-щита, вот, видно? Да, есть. Да, да. Вот. У которых удается обнаружить несколько мод колебаний, ну, скорее всего, нерадиальных. Вот. Ниже представлена еще звезда типа EW плюс RS, хромосферно-активная звезда, у которой на переменность затменную накладываются еще две синусоидальные волны, скорее всего, связанные с пятенной переменностью и хромосферной активностью звезд типа RS. Вот представлен для нее частотный спектр. Вот. Также представлена звезда бимодальная типа RR-лиры, вот, со своей, со своим спектром мощности, которая колеблется в первом тоне, в основном тоне и первом обертоне. Вот. В обсерватории Астротол-Кавказ несколько лет назад была открыта звезда типа СУ Большой Медведицы, то есть карликовая новая вспыхивающая, у которой обнаружились сверхгорбы. Вот здесь показан профиль сверхгорба. Вот. Помимо этого, иногда так удачно складываются обстоятельства, что удается прописать вспышку звезды типа ЮВ-Кита. Большая редкость, вот здесь видно хорошо, всплеск, вот, с дальнейшим падением блеска. Вот. И последний звезд здесь представленных, это поляр, который мы передали сразу на 6-метровый телескоп для специальных исследований, о чем есть соответствующие публикации. Вот фотография самого телескопа, его основные характеристики. Вот. Еще раз хочу поблагодарить руководство института за возможность размещения, вот, и Николай Николаевича Самуся, как руководителя и куратора этой работы. Это на дистанции. Да, телескоп полностью управляется дистанционно, то есть там человек прибывает только для того, чтобы покрутить гайки в режиме обслуживания. Спасибо. Здравствуйте. Еще раз я расскажу. Значит, я коротко расскажу о двух наших работах. Одна работа была опубликована в письмах ВАЖ в декабре прошлого года. Здесь название есть, а вторая подготовлена, она будет на следующей неделе сдана в редакцию писем ВАЖ. Речь идет о необычном, много говорилось о Гае, здесь о небачном эффекте, и, наверное, в ближайшие годы эти эффекты будут широко обсуждаться. Значит, утром я сказал, что из двух миллионов источников Ярозиты, которые обнаружил телескоп Ярозита на российской половине неба, по данным Гае были выделены 300 тысяч источников нашей галактики, они были группой, которая занимается ВАЖ. И передана Казанская группа для дальнейшего анализа. Из этой группы 300 тысяч источников мы выделили 173 тысячи, в которых точность положения, точность рентгеновских координат позволяет однозначно локализовать их с оптическими источниками. То есть там нет проблем с другим вторым источникам. И мы начали работу по поиску в том числе тесных двойных систем, объектов, у которых высокое отношение рентгена к оптике. Это, как правило, объекты с дисковой аккреции. Каково же было наше изумление, когда в этом списке, когда начали мы выполнять наблюдение на РТ-150 осенью прошлого года, мы увидели, что часть объектов являются протяженными, но не просто протяженными. Действительно, по данным ГАИ можно получить характеристики протяженности источника. Но это может быть объект нашей галактики, скажем, там туманность какая-то и прочее. Анализ показал, что на самом деле эти источники являются внегалактические. 500 таких источников протяженных мы нашли. из 250 источников в базе данных СИМБАТ имеется красное смещение. Это все внегалактические источники с активными ядрами на красных смещениях от 0,05 до 0,3. Если применить собственное движение, которое ГАИ дает, то получаются сверхсветовые движения в этих объектах превышающие скорость света от 10 до 100 раз. Ну и во второй работе мы анализируем возможные причины. На самом деле была работа французских авторов, которые тоже обнаружили 40 источников квазаров, имеющих высокие красные смещения, большие красные смещения, до 40 миллисекунд дуги в год. Но они пытались объяснить всякими экзотическими вещами, гравитационные линзирования и прочее. Рашталеевич предложил нам с Эриком Муновировичем Хамитовым посмотреть более простые вещи, с чем это могло быть связано, интерпретируется нами сейчас этот эффект следующим образом. На самом деле в ходе сканирования неба, которое Гайя DR3 это 2014-2017 год. Если в этот момент на луче зрения в кружке, при котором Гайя не разрешает внутри двух пикселей, при котором он не разрешает два источника, появляется дополнительный источник, то чисто астрометрически Гайя может измерить изменения координат, что по-видимому Гайя и делает. В результате получается, здесь просто показан пример, как вблизи в одной из галактик появляется сверхновая, яркость которой сравнима с яркостью ядра. В нашем случае мы интерпретируем имитацию собственных движений появлением на луче зрения в пределах элемента разрешения Гайя 60 миллисекунд другого источника, который смещает координаты фотоцентра. Ну и собственно говоря, оказывается, что такими источниками могут быть наши известные нам источники, это вспышки сверхновых, светимость которых в максимуме сравнима с светимостью ядра, события определенного разрушения в активных ядрах галактик с двойными ядрами, когда тоже светимость даже может превышать светимость ядра, перемены сверхгигантов большой массы таких как этакарина, которая может поднимать светимость которых до 10.39. Наличие ОБ-ассоциации суммарной светимость может тоже быть 10.39, но на фоне переменной яркости ядра. И мы в своей работе во второй даже сделали такое моделирование, скажем, ГАЯ сканировала три года, было только ядро, потом вспыхнулось сверхновое, и фотоцентр сместился. У вас получается эффект собственного движения. При этом ГАЯ сканирует один и тот же участок неба каждые 16 дней. То есть, если у вас в течение сотни дней светимость дополнительного источника превышает светимость ядра, то фотоцентр сместится, и этот автомат, который обрабатывает три миллиарда звезд, он пока не будет индивидуально разбираться, он просто вам формально выдаст эффект собственного движения. Если эффект происходил со сверхновой с другим объектом до того, как ГАЯ начала наблюдать, то сначала ГАЯ будет видеть этот яркий источник, потом источник угаснет, и ГАЯ начнет измерять положение ядра. Все? Хорошо. На второй доклад я хотел обратить внимание в связи с тем, что обсуждалось сейчас прибор, который в САО делается. На самом деле программа по определению, по поиску планет около других экзопланет выполнялась с нами с 2007 по 2019 год на РТТ-150 и вместе с японскими и турецкими коллегами телескоп был оснащен японской йодной ячейкой. Мы делали мониторинг 50 звезд в течение 12 лет почти, достигли точности 10-20 метров в секунду на время шкале 10 лет. Вот результаты скалибровки, то есть с какой точности мы регистрировали. Здесь тонкие линии это йодная ячейка, толстые это собственно линии звезд. Ну и дальше в результате анализа лучевой скорости одной звезд из этих 50 нам удалось обнаружить экзопланету с массой 1,4 масс Юпитера, которая обращается на расстояние 1 астрономической единицы с периодом 353 суток. Работа была опубликована в астрономическом астрономе астрофизике. Параметры в этой статье были опубликованы. Байпродуктам оказалось, что из этих 50 звезд примерно 30% оказались не двойными. Там нет планет, но зато есть маломассивные карлики или вторичные карлики. Но я здесь хотел просто обратить внимание в связи с тем, что планируется такая программа на 6-микровом телескопе делается прибор. На РТТ-150 программа сейчас закрыта, потому что мы полностью перешли на обеспечение работы по СРГ, и мы пока не будем продолжать программу. Фактически единственный вариант для наблюдения и поиска планет будет на 6-микровом телескопе. Ну и здесь в связи с этим нужно обсуждать, а какую проблему в экзопланетах планируется решать на 6-микровом телескопе и на какой шкале времени. Потому что вот эти точности там лучше, чем 10 метров в секунду, ее надо удерживать не сегодня, не двое суток, не трое, а на шкалах сотни дней, тысячи дней и так далее. И это должно обсуждаться отдельно, потому что 6-микровый телескоп имеет много программный статус. Ну я желаю, конечно, нашим коллегам на 6-микровом телескопе успехов в создании и реализации. В данном расследовании внимание уделено учету электричности РБИТ для темпов потери экзопланеты горячих субмиттонов. Я рассматриваю систему желтого карлика и экзопланеты типа горячей субмиттун. Так как такие планеты располагаются близко к антистическим звездам, взаимодействие со звездой играет решающую роль, определяющую роль в формировании их оболочек и обращаясь по близкой орбите к радистской звезде, планета теряет свою атмосферу. Я рассматривала один из тепловых механизмов потери атмосферы, именно гидродинамическое бегание, которое происходит впоследствии высоких потоков темпов излучения в диапазонах мягкого рентгена и жесткого ультрафиолетов на экзопланету. Таким образом, она субмиттун обращается вокруг радистской звезды на малой орбите, и подсчет таких потерь атмосферы осуществлялся с помощью следующего процентационного подхода к орономической модели. На рисунке представлены численные подсчеты потерь темпов атмосферы. Для подсчетов темпов потери атмосферы орбита делилась на произвольные промежутки по времени. По оси отмечено время, которое прибегает на планету по выбранному участку орбиты в расстоянии света планеты, и на нижнем графике представлены численные расчеты для темпов потери атмосферы. Также были посчитаны следующие параметры. Они считались для разных значений эксцентриситета больших полуосей, однако здесь представлены для более близких орбит. Можно также отметить, что с удалением точки Афелия планеты теряют меньше атмосферы, то есть темп уменьшается, что является ожидаемым результатом. Но данную модель нужно было проверить, и в недавнем исследовании БАРОС была обнаружена планета типа субнептуна низкой орбиты с малым эксцентриситетом, что подходило для профессионного подхода, и было рассчитано время, полученное в 554 миллиона лет, что хорошо согласуется с данными, полученными для полученного исследования БАРОС, предположение, что данный субнептун имеет структуру твердого каменистого ядра и водорода гелевой оболочки, что подходило как раз под депрессионную модель. Таким образом, она показала хорошую согласованность с результатами полученного исследования БАРОС, можно говорить, что, несмотря на принятые в ней упрощения, ограничения по энергии, ее можно использовать для сравнения с результатами более сложных моделей, и также можно сказать, что эллиптичность орбиты горячих экзопланет также сильно сказывается на темпах потери экзопланетами их атмосферы. Здравствуйте, уважаемые участники конференции физико-звезд теории наблюдения. Меня зовут Асландиар Феддар Маратович, я сотрудник Астрономического Института в Ташкенте. На данный момент нахожусь в обсерватории Майданак на телескопе Цей-600 Восточный. Хотел бы поблагодарить за возможность участия в данной конференции. Тема моего доклада называется «Наблюдение контактных двойных систем обсерватории Майданак предварительные результаты». Подместная программа исследований социальных контактных двойных систем. Более половины звезд во Вселенной это двойные и кратные системы, поэтому большой интерес представляет изучение эволюции энерговыделения запмена двойных взаимодействующих систем, позволяющих получить абсолютные физические параметры. На слайде слева вы можете видеть 4-метровый телескоп Ламос, на котором получено более 10 миллионов спектров. Из них выделены 12 тысяч двойных звезд, выбранные некоторые звезды, по которым будут проводиться мониторинговые наблюдения. Можно видеть спектр, образец спектра. А на телескопе C600 восточный, который вы можете видеть на слайде справа, ведется фотометрический мониторинг фильтров B, V, R, и 28 двойных звезд совместно с Геннадьской обсерваторией Академии Науки и СССР Академии Наук. Значит, этот телескоп C600 восточный был установлен, был запущен в 2022 году, и он позволяет на данный момент производить наблюдение войны в тез по данному проекту. Предварительные результаты с обсерваторией Майданах. На слайде слева вы можете видеть саму башню телескопа, мы провели ремонт механики, киску оптики, юстировку и оценку оптики проводили, также установили ПЗС-камеру SLI и получили первый цвет по звезду на данный момент проводится наблюдение ряда звезд, из которых вы можете видеть предварительные результаты фазовых крыльевых блесков на слайде справа. 4 звезд проводились на телескопе C600 восточной объектов V1309 и ISCRB на телескопе C600 Южной Майданатской обсерватории. Это предварительные результаты по программе исследования и наблюдения специально за смену звайных систем, выделенных по данным Телескополомов Шенгонской обсерватории Академии наук Китайской Народной Республики и на телескопах Узбекистана и Китая. По данному проекту получим грант у нас в Министерстве инноваций на 2023-2024 годы и ведутся совместные обликновения. Спасибо за внимание. Для контакта с вопросом обращайтесь на сайт Ильдар Собачка Актрин . Спасибо всем. Итак, Михаил, пожалуйста, вы можете начинать подготовиться Воронову. Да, все видно. Приветствую всех. Название моего доклада вот видно. Значит, существует среди прочих два типа активных ядер галактик, которые определяются свойствами их эмиссионных линий, а именно сейфертовские галактики первого и второго типов. Кроме того, существуют галактики с узкими разрешенными эмиссионными линиями, похожие на галактики Сейфер-2, но обладающие всеми спектральными свойствами Сейфер-1. Эти галактики классифицируются как сейферские галактики первого типа с узкими эмиссионными линиями, обозначаются НЛС-1. Для определения спина, то есть безразмерного углового момента вращения сверхмассивной черной дыры в центрах этих галактик использовался метод из работы ДУИДДРУГИЕ 2014 года, а для определения массы использовался метод из работы Вестергаарда Петерсона 2006 года. Мы взяли исходные данные из каталога, который тут указан, в котором для 2005 объектов были все необходимые данные для наших расчетов, а именно светимость на 5000 ТУАНСК-СРЭМ, полная ширина на половине максимума спектральной линии H-бета и космологическое красное смещение. Поскольку используемый метод предполагает модель оптически толстого геометрически тонкого аккреционного диска Шакура-Синяева, то мы использовали только объекты с подходящим значением соотношений дингтона от 1 сотой до 3 десятых. Таких объектов из нашего списка оказалось 474. На рисунках 1.3 показаны распределения всех исходных параметров для всех 2005 объектов и для 474 выбранных нами объектов. На рисунке 5 показано распределение посчитанных нами спинов, а также аналогичное распределение для объектов типа Сейферт-1 полученное нами ранее. Распределение оценок значения спина существенно отличается от распределения спина в галактиках типа Сейферт-1. В среднем значение спина меньше, распределение имеет пик от 0.25 до 0.5 и отсутствуют объекты со спинами больше чем 0.75. Это в целом согласуется с литературными данными. Наше распределение значений галактик из работы членов других 2023 года, что может свидетельствовать о том, что эти два типа объектов тесно связаны. Кроме того, видно, что наше распределение спинов для серфисовских галактик первого типа в нашей предыдущей работе напоминает распределение из этой же работы членов других для радиоквазара с плоским спектром, который обозначается FSRQ, что в свою очередь может означать, что галактики типа Сейферт-1 и FSRQ связаны. То есть это могут быть объекты одного типа, видимые с разных направлений. Зависимость спина от балометрической светимости и массы сверхмассивной черной дыры сильно отличается от случая Сейферт-1. В частности зависимость спина от этих параметров в 2-3 раза сильнее, что могло бы означать, что на ранних стадиях эволюции объекты этого типа либо имеют низкую скорость акреции, либо хаотическую акрецию, которая медленно увеличивает спин. А на более поздних стадиях стандартную дисковую акрецию, которая очень эффективно увеличивает значение спины со временем. Спасибо за внимание. Следующие у нас 5 стендовых докладов. Авторы любезно согласились объединить и будет выступать Ярослав, вы будете один выступать? Ярослав, вы меня слышите? Да, добрый день. Меня слышно? Да, 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 мы вас слышим. Значит, здесь 5 стендовых докладов, мы по идее должны им предоставить 15 минут. Ну, Ярослав, как получится? Начинайте. Добрый день, коллеги. Я предоставляю 5 докладов от группы Андрея Константиновича Беляева, которые все объединены общей темой. В принципе, это атомные данные о столкновениях с водородом. Вот. Для начала я хотел бы немного рассказать о методах, которые были применены в данных исследованиях. Мы в основном специализируемся на расчете ядерной динамики. Как во вторник говорил Андрей Константинович, есть такой подход Борна-Аппенгеймера, который позволяет разделить задачи об атомных столкновениях на две части. Расчет электронной структуры и, собственно, ядерная динамика. Так вот, мы как раз специализируемся на втором, на второй задачи. Я бы хотел немножко рассказать о методах, которые были использованы в этих пяти работах и начать с многоканальной формулы. Значит, на данном видео вы можете заметить, можете увидеть синеньким изображены потенциальные энергии. В данном случае здесь представлены потенциальные энергии квазимолекулы магний-водород. Красная линия определяет полную энергию системы, а зелененький шарик характеризует населенность того или иного состояния. Вот вы можете заметить, что между синими потенциальными энергиями есть области, где они сближаются друг с другом. Это области неодиаботичности, где вероятность неодиаботического перехода наибольшая. Вот. И, значит, вы можете заметить, как, проходя эти области неодиаботичности, зеленый шарик разделяется на несколько, то есть происходит как-то перераспределение вероятности заселенности того или иного состояния при прохождении каждой из областей неодиаботичности. Так вот, многоканальная формула учитывает области неодиаботичности, обусловленные только ионоковалентным взаимодействием и расположенных на больших межъеденных расстояниях. Если провести линию минус единицы на R плюс асимптотической энергии ионного состояния, она пройдет вот примерно здесь. И, можно заметить, что здесь располагается как раз область неодиаботичности на больших расстояниях. Здесь области неодиаботичности на малых расстояниях. Так вот, многоканальная формула учитывает только переходы вот в этих областях неодиаботичности и позволяет с довольно хорошей точностью определить величины констант скорости для процессов с наибольшими значениями констант скоростей. Ну, там где-то отличие от 2 до 5 примерно раз от точных квантовых расчетов. Вот. Ну, и в целом точность, которую выдает многоканальная формула, это где-то отличие 2-3 порядка от строгих квантовых расчетов. Чуть более точный метод это метод токов вероятности. Он как раз позволяет учесть переходы в областях неодиаботичности на малых расстояниях. Расчеты показывают, что в основном это важно для высоковозбужденных состояний. Как вы можете видеть и здесь, вот для высоковозбужденных состояний в квазимолекуле магнияш, вот здесь есть огромное количество областей неодиаботичности. И, собственно, перераспределение вероятности в этих областях неодиаботичности может оказывать существенное влияние на, собственно, константы скорости тех процессов, которые соответствуют столкновениям с высоковозбужденными состояниями. Ну, например, магния. Вот видно, что сейчас вот здесь в этих областях неодиаботичности произошло заселение вот этих высоколежащих возбужденных состояний. Вот. Ну и в целом, если речь идет о высоковозбужденных состояний, то для них характерное значение констант скорости порядка 10-12 и 10-9 степени сантиметров в кубе за секунду. Вот. Учет области неодиаботичности на малых расстояниях увеличивает эти значения до примерно 10-10 и 10-9. Вот. Следующий метод, который использовался в данной работе, наиболее точный, это квантовый метод из первых принципов, метод волновых пакетов. Здесь честно решается нестационарное уравнение Шрёдингера. Вот. И внизу представлены квадраты модулей амплитуд волновых функций, которые рассчитываются в разные моменты времени. Вот. Собственно, видно, опять же, что при сближении двух атомов вот изначально сейчас при сближении двух атомов начинаются какие-то переходы в областях недиаботичности, потом при очень большом сближении перераспределение вероятности происходит очень существенно, и во время обратного движения тоже вероятность перераспределяется, и при разлёте мы, в общем-то, ловим, скажем так, эти волновые функции и рассчитываем вероятность. Но по вероятности рассчитываем сечения и константы скорости. Это всё, что я хотел сказать о методах, а дальше я хотел бы представить, собственно, плакаты. Первый плакат посвящён оценке точностей разных методов, которые использованы в данных работах. Была поставлена модельная задача, которая, в принципе, отражает реальность, которую мы наблюдаем, те молекулы, которые мы исследуем. Значит, здесь представлены потенциальные энергии в двух разных вариантах. Два ковалентных состояния и одно ионное, и здесь тоже два ковалентных и одно ионное. Они отличаются друг от друга тем, что матричный элемент, недиагональный матричный элемент, который, по сути дела, определяет вероятность того, сколько, с какой вероятностью система перейдет в соседнее состояние, а с какой вероятностью она останется в этом же состоянии, здесь эти два матричных элемента не перекрываются. Эти матричные элементы соответствуют двум изолированным областям неодиаботичности. В то время как в случае справа они довольно сильно перекрываются. Собственно, вопрос, который нас интересовал, заключается в том, как хорошо модель Ландау-Зинера воспроизводит ту вероятность, которую мы получаем при использовании квантовых методов из первых принципов, как стационарных, так и нестационарных, то есть решение системы связанных уравнений и методом волновых пакетов. Ну и здесь, в общем-то, внизу представлены результаты для первого, для второго случая. И видно, что модель Ландау-Зинера в первом случае очень хорошо воспроизводит те результаты, которые получаются при решении системы связанных уравнений или методом волновых пакетов. Ну и, собственно, метод волновых пакетов и системы связанных уравнений тоже великолепно друг с другом согласуются. Для второго случая согласие несколько хуже, однако с хорошей точностью все три метода также согласуются друг с другом, особенно при высоких энергиях столкновения более одного электроновольта. Несходя из этого, можно сделать вывод, что модельные методы, такие как многоканальная формула или метод тока вероятности, которые основываются на модели Ландау-Зинера, позволяют с хорошей точностью получить значение сечения и констант скорости процессов неупругих процессов. Следующая работа посвящена расчетам методов волновых пакетов столкновительной системы литий-водород, а также литий-дейтерий. Здесь представлена краткая теория, которая описывает метод волновых пакетов и потенциальной энергии квазимолекулы литий-H. Но я перейду сразу к результатам. Собственно, слева представлены сечения, рассчитанные методом волновых пакетов для столкновения лития с водородом, с изотопом водорода против, водородом-1. Сплошные линии это результаты, полученные методом волновых пакетов. Пунктир это то, что получается при применении метода тока вероятности, а символы это квантовые расчеты из первых принципов, полученные в рамках стационарного подхода. Видно, что квантовые методы стационарный и нестационарный довольно неплохо согласуются друг с другом во всем диапазоне энергии столкновения. В то время как метод тока вероятности очень хорошо воспроизводит результаты для сечений с не большими величинами, но дает несколько завышенные или заниженные значения для возбужденных состояний, вот эти два, или наоборот для основного состояния. А справа представлено сравнение так называемого коэффициента разделения, который показывает вклад той или иной константы скорости, либо того или иного сечения парциального в полное сечение неупругого процесса, либо в полную константу неупругого процесса. Представлено сравнение для столкновения лития с дейтерием результатов полученных методом токов вероятности, методом волновых пакетов, квантовым стационарным методом, а также экспериментальными известными данными. И видно, что метод волновых пакетов имеет наилучшее согласие как с экспериментом, так и с результатами, полученными в рамках стационарного квантового подхода. При этом метод токов вероятности тоже довольно неплохо воспроизводит эти результаты. В дальнейшем планируется методом волновых пакетов просчитать процессы возбуждения и девозбуждения, но и получить константы скорости, которые можно в дальнейшем применять для астрофизических исследований. Следующая работа посвящена столкновениям бора с водородом, как нейтрального бора, так и иона бора. Здесь описана краткая теория. Данное исследование выполнено многоканальной формулой. Было проведено исследование столкновений бора с нейтрального бора и катиона бора с нейтральным водородом. При этом для столкновения нейтрального бора с водородом были рассмотрены два случая. В первом случае мы не рассматривали тонкую структуру энергетических уровней, а во втором учли тонкую структуру энергетических уровней. И получившиеся результаты говорят о том, что если строить модель атома с учетом тонкой структуры, то необходимо и расчеты констант скорости также проводить с учетом тонкой структуры, потому что результаты с учетом и без учета тонкой структуры для некоторых констант могут отличаться на примерно 15 порядков. В данной работе особое внимание было уделено наблюдаемым линиям бора 249,6-249,7 нм и, соответственно, 208 нм триплету. И разница в константах скорости составляет как раз примерно 15 порядков. Без учета тонкой структуры константа скорости получается порядка минус 30 степени сантиметров кубика за секунду, в то время как с учетом тонкой структуры это примерно 10 минус 12, 10 минус 13, 10 минус 16 степени сантиметров кубика за секунду. Ну, соответственно, полученные константы можно применять для моделирования. Ну и также были рассчитаны сечения константы скорости для столкновений катионобора с водородом. Было учтено 44 состояния, но правда здесь только без учета тонкой структуры было проведено исследование. Следующее исследование посвящено исследованию процессом взаимной нейтрализации при столкновениях магния с водородом, катионов магния с анионами водородом. Не так давно были получены уточненные квантово-химические данные, то есть потенциальные энергии для 12 состояний, 11 ковонентных и 1 ионного. На основании этих квантово-химических данных об электронной структуре с помощью метода токов вероятности были рассчитаны сечения и константы скорости для столкновений магния с водородом и магния с дейтерием. Расчет показал хорошее согласие с некоторыми результатами, полученными ранее, а также отличие от результатов, полученных ранее. Но при этом в 2022 году была опубликована статья про исследование нейтрализации магния с дейтерием, экспериментальные результаты там были опубликованы. И текущие расчеты на новых потенциалах для столкновения магния с дейтерием согласуются с экспериментом гораздо лучше, чем предыдущие данные. Это обусловлено в первую очередь тем, что ранее рассматривалось только 9 состояний, а сейчас уже 12. Но это опять же обусловлено тем, что квантовые данные, квантово-химические данные считаются довольно сложными, и это отдельная большая задача. Тем не менее, получены новые результаты, новые константы скорости для температур от 1000 до 10 000 Кельвин. Пока речь идет только о процессах взаимной нейтрализации, но в дальнейшем планируется рассчитать и процессы возбуждения и девозбуждения. Ну и последний плакат, последняя работа посвящена процессам столкновения Итрия с водородом, суммарно было рассчитано в этой работе 2726 констант скорости неупругих процессов для 96 состояний квазимолекулы Итрии-водород. При этом было учтено 4 ионных состояния, основное и 3 возбужденных. Собственно, многоканальной формулой исследование было проведено. Результаты представлены справа в виде теплокарты. Значит, можно заметить, что 4 ионных состояния рассматривалось по отдельности, и для каждого из 4 состояний были выделены те процессы, которые имеют наибольшую величину констант скорости, порядка 10-8 степени сантиметров куби за секунду. Соответственно, можно заметить, что данные доступны. Часть этих данных будет опубликована чуть позже. Полный набор данных будет опубликован еще чуть позже. Но, в принципе, если вы заинтересованы в этих константах, не только в Итрии, но и в других константах, которые нами были рассчитаны, мы готовы их предоставить всем заинтересованным людям для дальнейшего использования. Всего благодарю за внимание. Спасибо. У нас остались еще 4 доклада дистанционных наших коллег из Узбекистана. Я обращаюсь к первому. Азимов, вы готовы? Да. Пожалуйста, начинайте приготовиться, Халиковой. Здравствуйте, дорогие коллеги. Меня зовут Юсуф Тилайф. Я представляю работу коллектива авторов, список, который приведен здесь. Здесь работа называется «Качество астрономических изображений на Майданакской обсерватории». Я извиняюсь. «Качество астрономических изображений на Майданакской обсерватории». Качество изображения, так же, как известно, как «Сиинг», исследовалось в период с 1996 года по 2003 год. Это мы называем первый период. И с появлением проектов новых телескопов в 2017 году мы возобновили измерение качества изображений и других параметров атмосферы на Майданакской обсерватории. Для этого мы... Известно, что для выбора места для большого телескопа надо, чтобы телескоп находился ниже приземного турбулентного слоя. И поэтому мы установили два телескопа, как показано на этой схеме, два ДИМ-прибора, которые исследуют качество изображения, называемым дифференциальным методом. И вот на правом рисунке эти приборы показаны. Прибор на Земле и прибор на платформе 6 метров. И с помощью двух этих приборов мы получили свечи 250 ночей наблюдений в период с 2018 по 2022 год. И временной ряд, который приведен на рисунке здесь, в три года. И на этом рисунке, на этом графике показаны гистограммы и кумулятивное распределение качества изображения на Майданакской обсерватории. Здесь красными показаны более свежие данные нового периода, а синим цветом показана статистика предыдущего, первого периода. Наблюдения показали, что качество изображения за последние 15 лет не изменилось. А медианное значение первого периода составляло 0,69 угловой секунды, а ныне составляет 0,71 угловой секунды. Для исследования приземного ветра и ветра на уровне тропопаузы, так называемый, на уровне 200 милибар, мы собрали метеорологические данные с помощью базы данных ЭРА-5, начиная с 1957 по 2022 год. А метеоусловия приземного слоя мы получили с помощью автоматической метеорологической станции. На этом графике показаны результаты корреляции качества изображения со скоростью ветра. Здесь можно увидеть слабую корреляцию качества изображения со скоростью ветра, когда в нижней, в левой части и в правой части, а вот когда ветер составляет от 2 до 5 метров в секунду, то, значит, качество изображения является стабильным. Но, используя два прибора, мы оттенели вклад приземного слоя в общее ухудшение качества изображения, и получается здесь корреляция намного больше. И коэффициент корреляции составляет 0,47, и здесь наблюдается промиленейная такая корреляция. Чем больше ветер, тем больше качество изображения. И мы также исследовали влияние ветра на уровне 200 милибар, и особых такой зависимой корреляции, большой корреляции не намечается, что и ожидалось. Спасибо большое, у меня все. Спасибо. Так, следующая докладчик подготовит Сараупову. Следующая Халикова Алина, вы нас слышите? Да, я слышала. Окей. Так, тема нашего постера – физические параметры из обмены данной системы МИКС Геркулеса, полученный из ВВР и фотометрии. В 2022 году у нас стартовал проект в рамках сотрудничества с Китайской Академией наук для совместных наблюдений на телескопах Узбекистана и Китая специальных затменных двойных систем по данным ЛАМО. На данный момент были отобраны 30 затменных двойных систем, в том числе осциллирующие затмены двойные в системах типа Алголя. Предварительный анализ одной такой системы мы здесь представим. В июне 2022 года на обсерватории Майданак был полностью введен в строй телескоп ТЕС-600 Восточный и получены первые тестовые многоцветные наблюдения 9 кандидатов из нашего списка в течение 70 ночей. МИКС Геркулеса наблюдалось 31 ночь. Данная затменная звезда имеет самый длинный период в нашем списке, чуть больше двух дней, и подозревается наличие пульсации типа Дельта-Скути, главные компоненты. Численное моделирование почти полных многоцветных фазовых кривых позволили нам получить некоторые предварительные параметры данной системы. В частности, мы определили, что система имеет практически круговую орбиту с наклоном 83 градуса. Главные компоненты относятся к главной последовательности А5 спектрального класса, а вторичный компонент предположительно гигант К3 спектрального класса. Отношение масс мы определили как 2,26. Наблюдение и анализ все еще. Эти виды еще будут продолжаться. Так что у меня вроде все. Спасибо. Следующий наш докладчик нас слышит? Раупов, вы нас слышите? Да, есть. Есть он здесь. Да, ну и подготовиться к Гайсину. Последний будет доклад. Видно? Сейчас грузится. Вот, все, теперь работает. Значит, работа, я Ильясов Сабит Булатович, представляю Астрономический институт. Тема моего доклада, значит, исследование атмосферных параметров на платах СУФА в радиодиапазоне. Так, сейчас. Значит, как... Значит... Работа посвящена изучению атмосферных параметров на платах СУФА в период с 1015 по 1020 годы. Значит, на первом рисунку здесь представлен временной ряд атмосферного поглощения, полученный сняли вышеуказанного периода. А здесь две кумулятивные распределения. Слева атмосферного поглощения, справа, количество осужденной воды на платах СУФА для двух- и трехмиллиметрового диапазона радиоон. Значит, медианные значения атмосферного поглощения за весь период составили 0,11 НЕП для трехмиллиметрового, а 0,13 НЕП для двухмиллиметрового диапазона. Вот справа, значит, это количество осужденной воды. Медианные значения для двухмиллиметрового диапазона 4,96 миллиметров, а для трехмиллиметрового диапазона 9,25 миллиметра. Значит, для нагладного представления статистических параметров в атмосфере нами были выбраны времена года по принципу погодных условий. К зимнему сезону относятся это ноябрь, декабрь, январь, февраль. Переходный сезон выключает март, апрель, сентябрь, октябрь и летний сезон май, июль и август. Вот тут показаны, значит, средне сезонные значения атмосферного поглощения, количество осужденной воды вещеуказанного периода. Значит, самые лучшие, конечно, это очевидно, что самый лучший период это зимний период поглощения 0,11 Днепр переходном сезоне 0,13 и летном 0,14 Днепр. И вода тоже для 3-мм 9,9 12,21 13,17 и поглощения для 2-метрового чуть выше, чем в 3-мм диапазоне везде и вода вот самое самое меньшее значение воды наблюдается в зимний период 5,03 миллиметра. Переходном 6,45 и летном периоде 7,27 миллиметра. значит последнее слово наши исследования показали, что все параметры атмосферы в течении 6-лих остаются стабильным, довольно стабильным. Спасибо большое. Спасибо вам. Ну что же, благодарим всех докладчиков сегодняшних и стендовых докладов, и устных докладов и до завтра. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok